Чё, господа, как у вас дела вообще? У меня хорошо. Нормально. Ваши романтики. Как тебе Норвегия вообще? Очень хорошо. Выглядит как Норвегия. Это значит, что спрашивают у какого-нибудь там этого капитана, который обошёл там, знаешь, кучу стран на своём. На своём корабле возвращается такой в Англию, его спрашивают, ну что, ну как там Антарктида, он такой, ну знаете, неплохо, да? Ели друг друга. Ломали лёд там, кольями, да. Я нашёл место, где снимали все рабочие столы Windows, возможно, до Миллениума. Там типа горы, есть лёд, и там ты, если смотришь, там такая голубая вода, это, короче, прям вообще. Если кому-то нужны обои для рабочего стола, у меня есть. Класс. Всё, думаю, кому их впарить. Нам пишут, что Тимур сильно изменился за лето, а я напоминаю вам, что это подкаст «Завтракаст», дамы и господа. Да. Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток. Лови бесплатного хуесоса. Мы начинаем подкаст «Завтракаст» номер 163 под добрым и очень лаконичным названием «Тамерлан в походе». Ей это так же. Потому что Тимур у нас уехал, и вместо Тимура мы взяли Тимурку-заменителя. Без ГМО. Без ГМО. Так вот, что ты имел в виду, Денис. Слушай, а можешь прийти нам гостем, нам, если ты понравился? На самом деле нет. Ты же понимаешь, что это так работает. Ты знаешь, как убрать третий квадратик в Дискорде? А ты знаешь, в машине же, когда у тебя, короче, машину тебе продают, у тебя там четыре стоковых колеса, есть такая, знаешь, тонкая запаска на штамповке, такая тоненькая-тоненькая, на которой выше 70 разгоняться нельзя. Я что-то вспомнил, что... И наш новый ведущий. Наш новый ведущий на полосавке Денис Ширяев. Главное, что любите жаловать? Дениска, привет. Привет всем. Дима выбирал между мной и заглушкой на этом месте. Я как минимум могу двигаться. Мы тебя ценим. По крайней мере, это лучше, чем заглушка. Это уже хорошо. Слушайте, 163 выпуск подкаста. И сегодня с вами в виртуальной студии я ваш ведущий Дмитрий Замбак. В Казани сидит наш второй виртуальный ведущий, тоже на полосавке, тоже под замену, Максим Зарецкий. И в серединке у нас, конечно же, Денис Ширяев. Слушайте, мы сегодня на самом деле как-то попытаемся без Тимура, поэтому я убрал вообще абсолютно все упоминания аниме. Абсолютно все упоминания айфонов и Эппл. Я убрал VR. Что там еще людей раздражало? Эппл Вотч. Эппл Вотч тоже убрал. Так что сегодня попытаемся вот так. Ну а спонсор сегодняшнего выпуска, это, конечно, компания Skill Factory. Компания Skill Factory это онлайн такая школа, в которой вы можете обучиться очень многим довольно классным профессиям. Например, такая замечательная профессия, как машин лернинг. А? Как вам курс машинного обучения от Skill Factory, например? Хорошо? Пройдя курс, вы сможете говорить, типа, это не рандом пёс, это градиентный бустинг. Да-да-да. Нифига себе, я уже потёк. Будете инженерами. Слушайте, но с другой стороны, знаете, что хорошо в Skill Factory? На самом деле, если вы выбираете направление, по которому вы хотите развиваться дальше, знания, в которых вы хотите там набрать и прочее, то Skill Factory, на мой взгляд, это одна из тех школ, которые реально хорошо подходят вот под такую школу, которая может дать ряд навыков, ряд таких скиллов, которые всегда будут востребованы. Можете выбрать не машин лернинг, там есть и продакт-менеджер, и дата-сайентист, аналитик данных, веб-разработчик. Ну, а если назовёте промокод завтра-каст менеджеру при оформлении заявки на курсы, то получите скидку до 25%. Такие дела. Спасибо большое Skill Factory за спонсорство этого выпуска. Ну, а мы начинаем. Да. Слушайте. Да. Да, я думаю, поскольку нечего прятать Винни-Пуха в комнате, главным, наверное, событием этой недели стал BlizzCon, который прошёл в США. Где показали всё то, что просто абсолютно целиком и полностью утекло до выставки. И как-то, как-то, как-то вот, ты знаешь, вроде обсуждать надо, а вроде обсуждать нечего. Как-то утечки уже обсуждали. Ну, можно обсудить скриншот этого чувака, который попросил восстановить его аккаунт вроде Blizzar. Это, кстати, моя любимая история этой недели, потому что если кто не знает, как это происходило, дело в том, что перед BlizzCon'ом Blizzard вляпалась в небольшой скандальчик, связанный с Гонконгом, скажем так. Все начали её поносить, на чём свет стоит. И во время BlizzCon'а, прямо во время начала выставки, чуваки выходили туда в костюмах с Винни-Пухом. Ну, то есть, чтобы вы понимали весь масштаб трагедии. Выходили с плакатами, что «Долой Blizzard и вообще заберите ваши китайские деньги назад». Ну, в общем, скандал был ого-го какой. И одним из основных движений, которые люди производили на всю эту неделю, они удаляли свои аккаунты Battle.net. Говорили, что «Я не буду играть в игры Blizzard, мне не нужна эта китайская компания, нахер она нужна, ну, серьёзно». Удаляли, и появился скриншот на рейте, где какой-то чувак пишет «Я там в начале октября удалил аккаунт, а тут в Overwatch завезли хэллоуиновские скины. Как вернуть всё обратно, желательно, вместе со своими покупками?» Я не знаю, фейк это или нет, но, блин, мне кажется, это... Я хотел бы, чтобы это было и не фейк, и фейк, потому что если это фейк, это гениально, чувак запо... Да, я видел рейтинг этого поста, он, по-моему, был на момент скриншота ноль или там минус чем-то. Скорее всего, кто-то запостил это, сделал скриншот, но он совершенно, как бы, мне кажется, отлично вписался вообще в повесь движ, да. Объясняет очень многое о всём, о людях. Слушайте, ну а касательно самого Близкона, я могу сказать, что прошёл он, на мой взгляд, достаточно огненно, потому что в этот раз было довольно много анонсов. Пусть они и утекли, пусть они и, скажем так, были известны заранее, но, на мой взгляд, один только анонс Диабло 4, я купил абсолютно всё, что там Близзард навертело. Любители World of Warcraft скажут, что, ну нет, Shadowlands классный, мне наплевать. Поднимите руки, кто играл в World of Warcraft в ближайшие полгода, вот, из вас. Я. Ну зачем? Я не знаю. Стал, вышел и зашёл как положено в подкаст. Внезапно я ожидал тоже тишины. Самое главное в новой Диабле, что они наконец-то избавились от этого мультяшного, вот этого детского картюн-стайла. А ты, а ты, а ты перескакиваешь, потому что мы про Диабол сейчас, ну мы про Вов, а про Диабол мы ещё не говорили. В Warcraft от мультяшного стайла не избавились. Но знаешь, почему не избавились? Потому что он там смотрится абсолютно нормально. Я могу сказать, что Shadowlands, который в World of Warcraft, это, наверное, будет первый аддон, который я не увижу вообще никаким образом, абсолютно. Они обещали подумать над добавлением рейтрейсинга, кстати. Как тебе, как тебе такой скозырей? А, на твои 1070, 3 FPS, 640 на 480, зато весь азерот отражается в твоих слезах, когда ты увидишь цены на пэна. Я могу сказать, что мне не нравится эта история. Я не хочу тебя поддержать. Да, опять же. Мне не нравится история с рейтрейсингом, по крайней мере в ММО, мне кажется, она нахер не нужна. К тому же вы видели, как выглядит в World of Warcraft? Он же выглядит, как играет с 2004-го, только модельки новенькие, красивенькие. Ты ролик видел? Ты видел анонсирующий ролик, что там это... Как это завизуализировать в аудио? Я не знаю, но там Джейн, не Джейн, а как её звать это? Берёт и рвёт меч Короля Личей так двумя руками. А, ты имеешь в виду ту картинку, которая... Гуатси называется. Да, да, да. Такой Гуатси от Близзард там был, крупным планом причём. Слушайте, знаете, что плохо на самом деле было на Близконе? История с Хардстоуном. Вы слышали историю с Хардстоуном? Там проводился... Ну, просто объясню, да? Вот сейчас реально сверчки раздались. Близкон — это мероприятие, которое идёт не час, не два. Это не какая-то конференция. Это мероприятие, которое идёт несколько дней. И туда приезжают куча народу. Они там играют в видеоигры, там есть конкурс косплея, который там типа выходит. И история с Хардстоуном. Пацаны, нас, мужиков хуи-мрази, унизили в очередной раз. Знаете почему? Потому что ты титул чемпиона взяла девушка впервые в жизни. Причём, чтобы ты понимал, девушка из Китая. Ну, то есть, вы понимаете, я практически уверен. Вот, Денис, ты меня поправишь, что на DTF в комментариях уже собрались. Первый топовый комментарий — ого, кто-то умеет пользоваться типа Google Play Market и смог скачать Хардстоун из девушек. Между прочим, я вам скажу по своему опыту игры в соревновательном Magic the Gathering, что очень похоже на Хардстоун. Только на столе и с живой бумагой. Живыми людьми, как будто у вас есть друзья. И там тоже нет баланса, судя по всему. Да, там баланс там периодически чинят, периодически ломают. Но любая... Вот мета настольная, она так и живёт. Суть не в этом. Суть в том, что я никогда в жизни не... Вот просто отказывался от спарринга с двумя людьми, со своей женой. Потому что вот просто с ней невозможно играть, она тебя выносит. А это ты по каким-то религиозным причинам отказываешься от спарринга? Нет, просто девушки, вот по моим наблюдениям, девушки в коллекционной карточной игры реально офигенно играют. В отличие от очень многих мужчин, которые берут нахрапом там типа тактика какой-то. Они просто очень грамотно составляют изначальную колоду, которую будут тебя вытасовывать, да? И могут этой колодой, извините, так вас взъебать, что вам будет так обидно. Вы, блин, вы в это говно играли 4 года, а она вот 2 месяца и... Ааа, как так-то? То есть вот серьёзно. Ну, я просто к тому, что впервые девушку взяла. Я считаю, что это отличное достижение. Вы не думали о том, что Blizzard сделали это специально? Ну, знаете, типа, мало того, что женщина выиграет турнир, так ещё. Я вчера проиграл 5 раз девушке в Hearthstone. Там проходила эта потасовка. И я 5 раз проиграл, поэтому я легко верю в любые новости. Потому что как будто бы они, короче, тоже люди и могут выигрывать. Такая концепция. Я напоминаю, что сегодня у нас в эфире представитель сайта Дети тролли феминисток.дтф. Я прикидывался. Какая тёмная тема, простите. Ладно, но бросаю шутки в сторону. Мне кажется, это отличное достижение для Hearthstone, поскольку это говорит о том, что в Hearthstone действительно играют все. И не только, значит, порчавые задроты, но типа меня там или Максимки. Меня ещё. Нет, ну ты симпатичнее, чем я. Спасибо, дорогой Мик. Ну, на самом деле, Hearthstone мне очень, мне кажется, хорошее вообще... Было же вот это вот исследование, какие предпочитают компьютерные игры женщины, какие мужчины. Она, по-моему, там несколько месяцев назад вышла. Потому что мужчины предпочитают более агрессивные шутеры. Но по своему опыту, как бы, Дима не даст соврать, мы играем в Rainbow Six и постоянно супер... Нетоксичные, мы не токсичные, нетоксичные, вообще нет. Но как только в голосовом чате появляется девушка, обычно с рандомами, то есть в нашей пати ни разу такого не было, но обычно с рандомами, когда играешь, девушка появляется, чат полностью меняется. И такая кринш атмосфера, все начинают мерзко шутить. Я прям так рад, что... Ну, то есть идеальные игры, мне кажется, для девушек, которые любят играть, когда нету voice-чата, или ты умеешь пользоваться voice-чатом, то есть отключать его. Или знаешь, как это сделано в Харсоне, где ты нажимаешь кнопочку и там, hello, hello. Там классная эмоция была, sorry, мне ее не хватает. Ты знаешь, это мне вспоминается история, в Евротрак Симуляторе 2 есть, короче, радио, ну, типа аналог Сибишки, но типа виртуальная Сибишка такая, чтобы дальнобойщики между собой на сервере переговариваться могли. И там, ха-ха, ёпта, короче, я везу, я такой груз из Амстердама, а там не трава, ха-ха-ха. Вот примерно так все происходит. Ну? Кстати, это зритель Близзкона. Ааа, смотрите. Ну, новый пользователь ДТФ растет, смотри. Ооо, класс. Типичный зритель, короче, Близзкона, да, да. Лайк тебе, братан. Ты понимаешь, что этот стрип забанит теперь в Китае? Его туда тоже не пустят, потому что на нем костюмчик Винни-Пуха. А ты думал, к чему был этот сложный визуальный гэг? Он же умеет говорить фразу, удалите мой аккаунт с Баттлнета, верните обратно, я не хочу в Overwatch. Кстати, насчет Overwatch. Overwatch показали... Овервотч показали вторую часть Овервотча. Люди думали, гадали, что значит вторая часть Овервотча. Это что, новую игру, что ли, покупать? Как выяснилось на этой неделе, как бы все получат доступ ко второй части. Просто тебе будет не все активности доступны, не все герои, возможно, но при этом как бы перенесут абсолютно все. И как знаешь, как это любят, говорят No Spartans left behind. Вот тут No Overwatch left behind. Честно, я скажу, я небольшой специалист по Овервотчу, поэтому для меня что ролик с первой частью, что ролик со второй частью, по-моему, абсолютно одинаковый. Я также увидел, когда скриншоты, тоже не понял, типа, какую часть... Да, разница в чем, да. Ну, типа, и что? PvE, наверное, прикольно, потому что действительно мало хороших... Ну, типа, на мой вкус, мало очень игр, где есть PvE, чтобы можно было с ребятами вечером залететь. Ты же в курсе, что в Overwatch в первом были PvE-эвенты? Просто они были как ивенты конкретно. То есть они там проходили неделю и заканчивались. И они даже были неплохие. Я играл в парочек пару штук, и там было достаточно прикольно. Проблема в другом. То, что мне кажется, вот этот момент с монетизацией, да, вот смотри, вот история интересная, например, с Fortnite. Fortnite же бесплатный. Взяли Fortnite, типа, перезапустили его, то есть якобы сделали вторую часть, у всех поменялся клиент, сделали из этого большое событие, что там типа была чёрная дура, куда всю игру засосал, типа, раз, и как новая планета, новая карта, новое всё. По сути, это вторая часть игры. Ну, только так. И все получили её, все те, кто играл. Честно, халява. Это апдейт того же, ну, типа, у тебя два яблока теперь на рабочем столе или один? Один. Ну, тогда это просто, типа, апдейт. То есть у нас как бы были... Это апдейт, но по сути тебе дали новую игру. Потому что там новые механики, там, типа, прочее, и так далее. Вот Overwatch хотят сделать то же самое, но есть одна большая разница с Fortnite. Дело в том, что Fortnite бесплатный, а тут тебе просят второй раз заплатить денег, понимаешь? Ну, смотри, смотри. А DLC, как, по-твоему, рынок работает? Ну, уж так и работает. Типа... Они, на самом деле, мне кажется, делают правильно. Я вот побуду адвокатом Дьявола. Можно? Смотрите, вот Destiny 2, Division 2. Вот у нас уже несколько вышло сервисных сиквелов за 60 долларов. И они все, в общем-то, если не провалились, но не достигли такого же успеха, как оригиналы точно. И отчасти это было связано с тем, что тебе надо было переезжать, терять абсолютно все. Еще что-то такое. Здесь Blizzard решили, что называется, сыграть в гибридный подход. То есть, да, есть сиквел. В нем есть PvE-контент. Если вы его хотите, вы покупаете сиквел. Этот сиквел будет стопроцентно выпущен на уже приставках следующего поколения. Вот. Опять же, если хотите нексгеновый Overwatch, пожалуйста, играйте в Overwatch 2. Но! Если вы хотите играть в Overwatch 1, пожалуйста, играйте. У вас не будет PvE, у вас не будет нексгеновой графики. Но будет, кстати, обратная совместимость на консолях, поэтому они будут и на PS5 работать, эти игры. Но в определенный момент... Я хотел их купить на PS5. Но Капуан сказал уже очень интересную вещь, что они в определенный момент будут мерджить клиенты. То есть, на самом деле, да, это может казаться очень глупым шагом, и действительно дифференцируется, пока игры плохо. Но, с другой стороны, для сервисного тайтла это, наверное, одна из самых, ну, таких адекватных попыток перевести юзербазу с одной игры на другую. Вот, серьезно. Ну, мы же обсуждаем все... Ну, то есть, что такое сейчас игра современная и Fortnite? Это, типа, огромная IT-компания, которая... Куча программистов, которая умеет делать софт, умеет делать обновления этого софта удаленной. Оно постоянно обновляется. Ну да, и, естественно, тиктоковские танцы. То есть, и они все это... То есть, что для них новая версия игры? Это просто выпустить билд, который вставит поверх предыдущего и сохранить себе старые сейфайлы. И мне кажется, это гениально, потому что, типа, да, они туда включат DLC и 100% даже не рассчитывая. Они будут на вас зарабатывать как на точке продажи дополнительно. Это 100%. Но то, что у тебя, как бы, одна игра постоянно развивается, меняет у нее версии и так далее, ну, это же клево. Я не знаю. Ну, типа, кому... Windows 10, по-моему, также решил, сказал, что все, больше нового Windows не будет. Будет у вас выходить постоянный апдейт и все, просто купить один раз. Да, да, все верно. То есть, нормальная модель. В случае с Windows, например, эта модель монетизации довольно странная, потому что... Что они будут делать через 5 лет? Ну, то есть, как бы, что? Ну, у них задача... Подолжать обновлять Windows 10? У них задача тебя, как бы, сделать тебя своим пользователем, а дальше тебе насыпают OneDrive, там, Microsoft Office, еще что-нибудь. А потом, и будет блочить тебе фичи один за другой. Заплатите нам 5 долларов, чтобы сблокировать кнопку пуск. Не-не, самая классная вещь, которую мы на ДТФ все, я думаю, начнем когда-нибудь практиковать, это когда у тебя есть лутбоксы, ну, там, вверху справа, знаешь, рядом с колокольчиком, типа, и ты его открываешь, и у тебя такой, типа, ну, там, может выпасть умная тема, может выпасть, типа, аватарка, а самое главное, что фикс-бага какого-то ты можешь выпасть. Это, типа, чтобы люди фармили баг-фиксы. А, вот. Слушай, только ты, пожалуйста, никогда не говори об этом польским разработчикам, ладно? Вот просто никогда. Ни в коем случае. Все нормально, не чинят баги. У нас очень хорошая комьюнити Cyberpunk 2077, поэтому эта комьюнити будет чинить нам игру 6 лет, да? Ты лутбоксами. Само. Да. Слушайте, а знаете, что будет сломано на старте, так же, как и польские разработки, скажем так? А мы и не обсудили Diablo 4, кстати. А вот она и будет сломана на старте. Я тебе просто... Помните, как красиво выглядело на запуске Diablo 3, выглядело, типа, нет свободных серверов? Rm37. Rm37, да, да. Это лучшая вообще ошибка. Слушайте, нам тут пишут, что не показали на Блесконе типа геймплей Diablo, чуваки все показали. Во-первых, там стояли компьютеры, на которых можно было поиграть. То есть, если ты покупал билеты. Во-вторых, всех стримеров, которые, возможно, в том числе, я нашу знакомую, Валю Вилсаком, пустили за стримерский стол компьютерный, на котором он играл в Diablo 4. Я могу сказать, что Diablo 4, наверное, это вот основной анонс на Блесконе, потому что, мне кажется, это та игра, которая может вернуть себе обратную репутацию. То есть, как бы, все вот эти истории из Гонконга, они просто забудутся, как только выйдет Diablo. Но, тут надо понимать, что раньше было как? Blizzard — это компания, которая очень долго свои игры анонсирует. Я напоминаю, что с анонса Diablo 3 до ее релиза прошло что-то года два с половиной, по-моему. Два с половиной? Хотя она уже тогда казалась сделанной. Четыре года прошло, Дима. Четыре. Они, причем, где-то в середине разработки, это можно, кстати, отследить по ранним скриншотам, радикально поменяли визуальный стиль, потому что он был вообще World of Warcraft-овский насквозь. Их все закуйсосили за это. Они накинули мрачнухи. Немножко накинули. Но не слишком сильно поменяли, да. Это первый момент. Второй момент — то, что Blizzard, к сожалению, уже не такая компания, которая может себе это позволить. В этот раз релиз состоится гораздо быстрее. То есть я не знаю, когда конкретно, и никто не знает. Но я думаю, что год или там, ну, в крайнем случае два года, в принципе, дождать до релиза. Потому что, как говорят те люди, которые играли на BlizzCon, Диабл уже с большой степенью готов. То есть большая степень готовности. Всего там показали три класса. Класс оборотня, он же, как это, знаешь, вот есть в русском языке слово оборотень, которое означает обычно человека, который превращается в волка, да? Вервулф. Или в чиновника. Ну, Вервулф в этом. В погонах или нет? Да, это очень важно. С утра ловишь мошенников, вечером берешь датки. Вервулф — это по-английски, то есть типа человек, превращающийся в волка, да? А там показали Вербера, то есть типа человека, превращающегося в медведя. Вот такого слова в русском языке нет, поэтому тоже оборотень, скажем так. Где-то было, какой-то я вот фэнтези читал, какой-то там точно было, но я не буду... Это был в Саус-Парке, Мэнберпик, ты забыл? А, точно. Чел Медведа Свин, да. Друид нам пишут. Да, конечно, я буду звать его Чел Медведа Свином, всю игру буду играть только им. У меня есть важная ремарка для тех зрителей, кто не смотрел синематик, который вышел в Диабло 4, посмотрите обязательно, это 8 минут. Ну, то есть Диабло всегда славилась своими синематиками, и здесь они не подвели вообще... Я бы сказал, что Близзард... Да, вообще, ёба творится полнейшее. Он офигительный просто. Ещё заметили, что насколько сильно поменялся визуальный стиль, то есть если сравнивать с предыдущим Диабло, это не настолько мрачнуха, как четвёртая часть. То есть в четвёртой части они прям всем сёстрам по серьгам раздали. Ну, в духе Диабло 2, и более того, я тебе скажу, что она мне неожиданно гримдон напомнила. То есть такая же мрачная, с выцветшей гаммой, с упором на источники освещения какие-то. И, кстати, наконец-то в этом поколении вышла игра Близзард, которая выглядит, как будто она играет его поколение. Да, это странно. Ну, то есть многие люди говорят, что типа, ну, она выглядит там, типа, и камера сверху, она выглядит, как, типа, ремастер такой, типа. Чуваки, нет. Есть сравнение именно по графону, там, типа, условно, в третьей части и четвёртой, и могу сказать, что количество мелких деталей и всего того, что происходит на экране, оно просто поражает, на самом деле. Потому что Диабло 4 выглядит хорошо. Просто вам непривычно, что камера не за спиной у персонажа, и игра называется не God of War. А то, что это такой, типа, изометрическая проекция, да, сверху. Но я могу сказать что следующее, то, что, во-первых, отставьте свои, скажем так, попытки думать о том, что вы её спиратите на компьютере, потому что она требует постоянного онлайна, и, по сути, это даже... Как и третья часть. По сути. А третью не спиратили? Нет, не спиратили. Нет. У неё тоже вечный онлайн. Её можно спиратить на Switch, если что. Консоль. А вот, кстати, это интересный момент, потому что, смотрите, там появляется, в отличие от третьей Диаболу, где были онлайновые только сезоны, там появляется, в общем-то, полноценный ММО-компонент. То есть, в хорошем смысле, там появляются боссы, такие, так называемые World Boss, большие, которых только может несколько... Ну, публичные события, которые во многих ММО сделаны. Там появляются публичные зоны, там появляются публичные зоны, типа городов, где вы можете, кстати, торговаться предметами и прочее делать. Это уже было. Ну, если вы уже торговались предметами, все закончилось тем, что, типа, у вас огромный черный рынок торговли... Я не про аукцион сейчас, который ничем хорошим не закончился. Это просто опыт. Да. То есть, появится несколько игроков, которые бегают мимо вас. И самое главное, теперь Санктуарий это не набор локаций, это один огромный open world, который вы можете исследовать и в любой момент пойти в любую локацию. Естественно, там стопроцентно будет по уровню какой-то софт-лок, то есть, вы, наверное, не сразу сможете пойти в локацию второго акта. В основном, в зиму по уровню, но тем не менее. Там будет 5 областей, которые открыты полностью, то есть, ты можешь прям с самого начала игры идти куда хочешь, то есть, тебя никто не ограничивает. Добавка всему, Blizzard говорили о том, что у нас теперь нет никаких загрузок, то есть, у нас не будет загрузок даже во время того, как вы попадаете в подземелье. Подземелье, как и раньше, генерируется рандомно. Случайно, да. Да, и это происходит в тот момент, когда вы в них заходите. Но, в отличие от предыдущих частей, здесь генерируется не все подземелье, а только тот этаж, на котором вы в данный момент зашли. И как только вы попадаете... Инстантс. Да, как только вы попадаете на второй этаж, причем, опять же, никаких загрузок там этого нет, то сразу же генерируется конкретно под вас. Мне нравится, как ты отдельно отмечаешь, что в игре, где вид сверху, где камер нету подгрузок. Ну, я типа, я бы понял там, знаешь, там, ну, ну, вот вбор. Ну, ты зря. Понимаешь? Есть трандомные, есть элемент трандомных подгрузок. Не знаю, мне кажется, что это обеспечивает некую живость мира, потому что, поскольку у тебя нет загрузок, ты постоянно находишься в мире, и ты можешь, например, встретить других игроков. Просто вот идешь ты куда-то, херок, кстати, встретил другого игрока, который там мочит какого-нибудь босса. Это просто, мне кажется, больше сейчас такой должен быть стандарт, то есть сейчас у всех SSD какие-то там сумасшедшие. Какие SSD? Ну, типа, в консолях даже уже SSD вставлять собираются в новом поколении. Ну, то есть, я думаю, что постепенно мы просто пойдем туда, где, типа, дофига игроков онлайн, нет загрузок. Ну, просто так работает индустрия. Все, типа, стандартно. Это хороший тренд, на самом деле, но я к тому, что есть отличия, да, от всех остальных игр. И я могу сказать, что вот как называлась игра, которая Path of Exile, да, по-моему, называется? Path of Exile. Она тоже же онлайновая, тоже там, типа, куча игроков. Я могу сказать, что Blizzard такое ощущение, что они в нее играли очень долго, и оттуда потырили все вот эти фишки. То есть, ну, серьезно. Но только сделали это с хорошей боевой системой, потому что я сколько раз не пробовал. Это спорно. Знаешь, почему спорно? Я только не пробовал пойти поиграть в ПОЕ, меня там отталкивало всегда две вещи. Это жутко перегруженная прокачка. Она там очень вычурная и сложная ради сложности. А второй момент, там, ну, просто, ну, нету такого ощущения от... Нету такого ощущения отклика от боевой системы, как это было в Дьяволу 3. Проклятая кнопка на микрофоне, блю! Ну, все страшно. Здесь есть кто? У тебя нет. Короче, история вся в том, что ПОЕ прикольная игра, я могу понять людей, которые в нее рубятся, но я вот, например, хочу от игры три вещи, которые мне ПОЕ не дает. Это вот такое же чувство боевой системы, как в Диабол 3. Это возможность нормально перекидать все скиллы в любой момент, как это есть в Диабол 3. Кому-то это не нравится, мне это очень нравится. И в Диаболу 4, кстати, это сохранится. Ну, ты говоришь про упрощение, да? То есть, условно про... И третий момент, самый сильный момент Диаболу 3, на мой взгляд, который полностью искупает все ее очевидные недостатки, это диванный кооп. То есть, вот, самая офигенная вещь. С этим есть вопросики, скажем так, и еще есть вопросики к тому, будет ли она работать в офлайне. Ну, то есть, скорее всего, нет. На консолях может быть. На консолях может быть, а так нет. Ну, и следующий момент, о котором стоит сказать отдельно, это, конечно, визуальный стиль, потому что мне кажется, что вот это умрачнение, она пошла Диаболе 4 реально на пользу. Да, конечно. Я бы сказал, что во вред прошла прошлая версия, потому что первая была мрачная, вторая была мрачная, третья такая, раз, вот вам мир Ваккрафта, типа, довольно лайтовый. Да. И вот четвертый опять нормально. То есть, типа, все ждали этого, спасибо, Blizzard. Это очень клево. То есть, о чем вы, да, да, дадимы 4, да. С BlizzCon в принципе все ясно, я думаю, что вы ждете, да, пацаны Диаболе? Потому что я прям вот все ждем, я большой фанат. Я уже закинул 60 долларов в монитор, но они отскочили, да. Да, да, я пока не понимаю, как этим пользоваться. Чехи же восстановил, свой аккаунт в Баттлнете? Это мой скриншот был, более того. Спасибо, все помогли. Следующую новость я предлагаю обозначить так. Спасибо за бета-тест. Да. Наконец-то вышел в релиз на компьютере. Red Dead Redemption вышел на комплюктере. На персональной электронной вычислительной машине. Я, кстати, бы обратил ваше внимание, пацаны и девчонки, что если вы внезапно хотите поиграть в Red Dead Redemption на компьютере, то для того, чтобы это сделать, вам надо зайти в Epic Game Store, преодолеть, так сказать, отвращение, зайти туда и там купить игру. И, если вы будете там покупать, пишите завтракаст в теге автора, тогда я смогу получить от вас новую коробку потому что старая промокла. А вы получите ничего. О, звучит как типа на SD, пойду куплю. Да. Ну вот. Так вот, вышел на компьютере Red Dead Redemption 2. Прежде чем радоваться... Подожди, подожди, в следующий раз, когда будешь говорить о EGS, ты говори так, добавляйте в корзину новую игру в Epic Game Store. Очень классно. Продолжай. Кстати, она есть на Rockstar Game Launcher или так она там называется. Ну, короче, магазин... В соушел куапах. Магазин Rockstar, да. Не советую там покупать, несмотря на то, что игра там стоит скорее всего дешевле. Я не помню, дешевле или нет. По-моему, она без заказа только дешевле. Ну, ладно. Потому что, ну, как бы EGS в анлах. Вы что, пацаны? Тем более, в магазин Rockstar нельзя ввести, вот что Дима сказал, ввести, очевидно. Да, да, да. Ну, шутки-шутки, возвращаясь к релизу. Дело в том, что релиз, скажем так, немного омрачен. Во-первых, системными требованиями, потому что, как выяснилось, даже на GeForce 2080 Ti невозможно в 4К 60 FPS поиграть в игру на максимальных настройках. Можно на медиуме, только отвратительном, на котором только крестьяне играют консольные обычно. Но при этом сам пока релиз еще вдобавок к всему немного глючноват, я бы так это назвал. Но, мне кажется, здесь накладывается еще история того, что, как и большинство таких игр, которые, ну, скажем так, хайповые, типа того же Diablo, условно, они вызывают у людей желание прямо сейчас, в данную секунду, в данный момент пойти и повалить сервера компаний, которые выпускают эту игру. сервера лежат немножечко и проблема в том, что игра требует, во-первых, онлайн-активацию, поэтому многие, кто купил игру официально, где ее взломали? Она уже лежит на торрентах. Кто, RDR2? Серьезно? Да. Люблю компьютеры! Говорят, ближайшие сервера абсолютно не в тему, но когда еще об этом скажу, тут же на iPadOS вышел Photoshop, полноценный Photoshop, который они показывали со сцены. Photoshop за 10 долларов в месяц. и короче у Adobe лежат уже второй день сервера и невозможно купить эту подписку. Да, здесь есть affinity, чуваки, если у кого-то есть iPad, даже не пытайтесь купить. Обещали, без Apple, Тимура же не обещали, без Apple, все, все, сворачивали. Все. Да, Дмитрий, я все пытался вам как бы привести к тому, что как бы игра глючноватая на ПК немного, ну то есть как бы иногда вываливается на рабочий стол, херовенько там работает, да, ну то есть есть проблемы, на Reddit эти проблемы решают потихонечку, есть там огромный мега-тред, но раз вы говорите, что ее взломали, то все эти истории как бы мне кажется... Заботливые пользователи поделились дополнительные сервера, чтобы ничего не лежало. А чего решили, что ее взломали? Я не решал, я не знал. Ну, так скажем, на одном сайте альтернативного содержания я увидел заголовок. Я не верю в это. На поле хранишься? Пока сам не поиграю. Знаешь, открываешь Redemption 2, пиратский, запускаешь, а там вот той стори, где ты... А где-то Завуди, короче, да? Завуди, да, на поезде такой, на лошадке можно скакать, это классно на самом деле. Но даже насрать, то что взломали или не взломали, похер. Я могу так сказать. Если я взламывал игры, я бы заменял главную паровозик этого массажа везде. Представляешь, как круто скатер запускаешься? Много, огромное количество людей, которые играют в Red Dead Redemption, оно играет не в сингл, оно играет в RDR Online. RDR Online не настолько популярен, как GTA Online, но популярен, скажем так. И вот сейчас с RDR Online есть проблемки, так называются, имеются проблемки небольшие. И есть разница в том, что когда у тебя игра требует онлайна, можно говорить спокойно о том, что типа, ну там типа сервера лежат, но ничего страшного, там рассосет все. А когда игра оффлайновая, довольно странно требовать от нее постоянного подключения, потому что напоминаю, что на консоль, например, RDR не требует тебя постоянного подключения к онлайн. Это довольно странное решение со стороны RDR. Второй момент, который мне, ну, я не очень понимаю нахера он был нужен, в принципе, это системные требования, потому что они просто какие-то гигантские. Мне казалось, что могли бы, наверное, спокойно люди сделать такой порт, который был в GTA 5. Ну, то есть GTA 5 на компе работал более-менее нормально. Нет, ты не понял, там другая проблема. Конкретно системные требования у RDR 2 нормальные. Конкретно на... Ты имеешь в виду реализации херово. Я тебе объясню, конкретно на машинах картофельного уровня игра идет хорошо, если ты не поднимаешь настройки выше средних. Она примерно, ну, как консольная версия на базовой консоли выглядит. Плюс-минус с такими настройками. Проблемы начинаются у владельцев топовых комплюксеров типа меня. Бедные люди. Бедные люди. Пожалейте, пожалуйста, Максима, 60 FPS 2К не вытягивает RDR 2. У меня, у меня, у меня, у меня, сердце заболело. У меня сердечко болит, когда я читаю, что ультра-настройки в 1080p не вывозит 2080. Я так понимаю, у вас всего двое, кто у кого есть 2080 TI в России. Всем стримом вам переживают. Проблемы богатых людей, тебе пишу, да. Серьезно, да. Тем временем, бесплатный хуесос, за МС-100 рублей, добро времени суток, димулечка. Спасибо тебе, бесплатный хуесос. Спасибо тебе большое, чувак. Слушайте, вы же, наверное, не будете играть в RDR на компе? Я нет. что значит, не буду играть? Подожди, стой, а ты что будешь делать в RDR? то есть, я понимаю, что ты поехаешь? Во-первых, я поставлю моды, во-вторых, у меня, смотри, смотри, у меня есть такая штука, штука, смотри, у меня есть инструмент для управления лошадью, называется руль. Вот, я обязательно пройду до 2-2 на руле. Пинаться лошадью, да? Да-да-да, левая педаль, левая нога, правая педаль, правая нога, сцепление, это покакать. Вот. Подожди, там была кнопка, чтобы какать? Нет, но пока прикрутят. А, обязательно, что же, пусть я... Жду, да, жду моды. Пишет, нормальная стрельба, фотомод, графон, читы, моды. Нормальная стрельба в RDR-е. Ага. Отличная шутка, чувак, просто. Может, это название мода? типа, да, время. Мод на нормальную стрельбу, 2019, да, обновлен только что. Короче, ты устанавливаешь, да, этот мод на игру, а все, что тебя встречает, это главное меню третьего Макс Пейна. А это сколько, вот сколько времени прошло с выхода в Fallout 4? Я вот на той неделе видел какой-то популярный мод, который разошелся, который чинит гравитацию в Fallout 4. Денис, делай его реалистично. Я понимаю, что ты, как бы ПК-игрок немного новичок в этих делах, но давай-ка я тебе так намекну. Дело в том, Шеривзов Трокаста, да. Недавно тут выходил мод на S.T.A.L.K.E.R. довольно популярный. Мне даже интересно, кто в 2019 году, что там должно выйти мод на S.T.A.L.K.E.R.K.E.R. Я просто напомню, что на этой неделе на Demon's Souls вышла кастомная карта это порт карты из первых Half-Life. И, кстати, первый Half-Life до сих пор активно поддерживает мультиверским сообществом. Модеры, это, знаешь, есть высшие расы людей, это, короче, спидраннеры, это модеры, ну и вот... Косплееры, давай, давай, издевайся, она по полной, блядь. Сорян, есть только два типа людей. Три, да, спидраннеры, модеры, и вот мы остальные маглы, ну, типа, у нас своя тема. Все, я все сказал. А, то есть, ну, вот, закончено все предложение. Я уверен, что обязательно появится мод, где ты сможешь играть за Вуди, скакать на игручной лошадке. Слушайте, а знаете игра, которой моды не появятся до лета 2020 года, знаете, какая? Это где ты как бы игрушей лошадкой выступаешь ты сам. Сейчас должен лайк борзов играть, знаешь, с классики. Тем временем платный хуесос занес нам сто один рубль злого тебе времени соток, демасичек. Ну, спасибо. Платный хуесос. Мы говорим, конечно, про Death Stranding. Death Stranding на прошлой неделе сняли эмбарго на обзоры ее. И что-то по эмбарго выходит, что Death Stranding это говно какое-то. Ну да, вообще. При этом надо понимать, что у игры средний Open Critic 86, а по количеству Perfect Scores у нее самое высокое количество Perfect Scores в этом году. Я не согласен. Я считаю, что Death Stranding скучная ебанина для людей, которым нравилось в RDR на лошади кататься. У меня... Дима прошел RDR в восторге. У меня просто такое странное мнение. Я читал все эти ревью, читал обзоры, цифры эти, которые каждый там ставит эти 8 из 75. У всех причем разные эти суперсистемы. У кого-то там 100, у кого-то 10, у кого-то 3 эмоджи из 5 эмоджи. Ну то есть это прям вообще. Я каждый раз, когда это читаю, я думаю, господи, пусть и вообще этих всех цифр никогда-никогда не будет. Просто я пойду, куплю эту игру, пройду ее и сделаю свое собственное мнение, как взрослый человек, у которого есть мнение. Я понимаю, что ты здесь новый, но мы в гейм-тусовке так не оперируем. Значит, сначала мы смотрим на Metacritic, потом кидаем под ноги полотенца и смотрим, переступит ли Metacritic через полотенце. Если тебе дают на ревью копию Death Stranding, ты в нее не играй, как это сделал журнал Edge, например. Ты просто играешь в игру и говоришь, типа, прикольно, ну типа, все, все, все. Слушай, давай ты сделаешь телеграм-канал оценки игр от Дениски. То есть там будет, да, у ты, Ворлс, прикольная. Прикольная. Что там тебе не понравилось, скажи. У Вадима в иллюстрации вышла огромная клевая статья, где он разбирает механики, он там разбирается в сюжете. Она такая, она типа и не хвалебная, и не хуесосит ее. То есть она прям, типа, такая стандартная. Статья, да. Да, и вот я бы типа так и писал уже такой огромной статьи, но в конце выводов, что я могу сказать. Чтобы узнать это мнение об этой игре, вам нужно ее купить и поиграть в нее самим. Как в смысле купить? Ты о чем-то вообще говоришь. Я недавно на ПК-гейминге, простите. Это все время забываю. Но самое интересное, что у многих игрожуров реально бомбануло от того факта, что Sony поставил одним из условий. То есть вот прежде чем поставить оценку, типа, вы не можете выпустить ревью с оценкой, если вы не прошли игру до конца. И у некоторых реально бомбит от этого момента. Просто вот серьезно. Ну, ты согласись, что когда тебе дают игру условно за неделю, а ты занятой взрослым уже... У игрожуров было две с половиной недели. Что такое делаешь? Что такое две с половиной недели? И вы 60 часов. Да, 60 часов много. Сколько тебе надо играть, чтобы, блядь... Если это моя работа, самая хайповая игра, типа, года, я не знаю, одна из самых у нас, во всяком случае, в медиапространстве, ты, типа, закрываешь вкладки браузера, отключаешь телефон, ставишь динут до 40, и играешь, типа, два дня, три, не вылазя, иногда делая скриншоты и записывая что-то. Потому что, типа... Да, это как в соус-парке. Мам, как? Да, так это происходит. Доставочку KFC себе организовываешь. Ну, то есть, делаешь всё, вкладываешь душу, а потом выпускаешь... Я согласен совершенно с непониманием бомбинжа у некоторых чуваков от того, что, типа, я ещё на середине игры понял, что это говно. Ты понимаешь, что когда ты вот так вот играешь, то есть, вот не отрываясь, условно говоря, от экрана, и, то есть, вот, сосредоточенно стараясь пройти её к сроку, ты, во-первых, рушишься абсолютно весь experience, во-вторых, ты не наслаждаешься скучными моментами игры. Ну, то есть, условно... Тебе с половиной недели, это типа... Просто представь себе, ты играешь в игру, ты играешь в RDR, например, да, и ты скачешь на лошадь, и третья голова скучнейшая в RDR. Ну, просто многие на этом бросали игру. И в RDR, ты, допустим, тебе стало скучно, ты пошёл, отвлёкся, да, пошёл кино посмотрел, ещё что-то сделал, а здесь ты не можешь этого сделать, потому что у тебя сгорят сроки, ты должен что-то сделать, да. Две недели, это 80 часов рабочих, а давали за две с половиной, как говорит Максим, если так, то это типа дофига времени, чтобы ещё одну игру, аутор ворлд пройти наполовину. То есть, понимаешь, не то, чтобы они на заводе, понимаешь, не то, чтобы они профессиональные подкастеры, где надо пофрилансить фотографии, потом позаниматься с маленьким ребёнком, потом поиграть в какую-то видеоигру, потом посмотреть какой-нибудь сериал, потом ещё, значит, писать что-то в канал, шоу-ноты покидать, потом записаться три часа вечером. Или заменить заглушку, в конце концов. Да, 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 то есть, понимаешь, это человек, у которого профессиональная деятельность играть в ёбаные игры. Вот высшая раса спидраннеров, понимаешь, вот примерно из той же оперы. Не-не, спидраннеров предлагаю не трогать вообще, они за лигой любой. Мы не можем о ней говорить никак, спидраннеры сверхлюди. Да, но просто суть в том, что я вообще не понимаю, этого всего. Ну, не нравится тебе ни их дивы-гражуры. Кто сказал, что это будет легко, если сделать свою работу качественно? Это применимо вообще к любой профессии. Я бы сказал по поводу журнала Edge, я могу понять их фрустрацию. Ну, то есть, я могу её понять. Я не могу принять другое. То, что они сказали, что окей, у нас вот есть ревью-копия, да, Death Stranding. И, предположим, она не понравилась автору, который должен был про неё написать. Ну, предположим. Хотя он уже написал в Твиттере, что она ему не понравилась. Это был колдовщик из МВидео? Да. Вот мы много говорим про оценки, а мы, что история произошла на самом деле с колдовщиком МВидео. Потому что мы это обсуждали уже в ДТКД, не будем сильно рассусоливать. Единственный, кто знает истинную оценку этой игры, это колдовщик из МВидео. Да. Миллион рублей. История. Человек вынес со склада МВидео, работая там кодовщиком, копию Death Stranding, активировал её дома, на своей домашней консоли. Естественно, Sony это пропалило. И оштрафовало МВидео на миллион. Но самое прикольное, что МВидео не единственная ритейловая сеть, которая попала на бабки, потому что по неподтверждённой правдой информации, на бабки попало ещё ДНС, и там, видимо, два кодовщика унесли. Потому что там речь идёт о штрафе в 2 миллиона рублей. Вот. И ещё одна. Какая-то несложная формула оказалась, как вычислить кодовщиков, уносящих игры со склада. Просто посмотрите, типа... Ты понимаешь, что это история абсолютно типичная. Я знаю многих людей, которые работали в ритейле, которых можно было игру найти за две недели до религии. Говно вопрос. На хера ты суёшь в онлайновую консоль ТИСК, подключённым к онлайну? Ну, он же не знает. Я же... Я просто страшно с вами поделюсь. Вот когда ещё была жива сеть магазинов Союз, у меня были там знакомые, которые мне иногда из-под полу продавали игры пораньше. Из-под полу? Да, из-под полу. Они меня просили, типа, Макс, ты только консоль выключи от сети. То есть, ну, типа, деактивируй ПСМ. Да-да-да. И я в онлайне так во много игр поиграл пораньше. Это нормально. То есть, вот эти... Как они? Такие серые копии, как в Саудовской Аравии. Ну, Хаммер не туда приехал, просто к другому шейху. Ну, с копиями. Это было внезапно... Ну, я кивнул. Да-да. Нефтяной вышкой ошибся, да. Ну, бывает. Ты поймаешь, Максим, когда ты говоришь про Саудовскую Аравию, Хаммер не туда приехал, я про другое совершенно подумал. Нет, ты с раком путаешь и урзикстаном. В общем, история вся в том, что это распространенная практика, но надо же голову включать, потому что это же все отслеживается совершенно легко. Ну, просто чувак не шарит. Ну, типа, не очень честно на него вешать, потому что, мне кажется, проблема у компании, у которой на складе лежит, это все так, что, типа, никого не предупредили свой персонал. Ну, то есть, в этом всем скандале я всегда встану на стороной этого кладовщика и пускай им видео платят свой сам миллион. Надеюсь, вам... Ну, это вообще про ёпы и чары, конечно. Ну, типа... Система. Система. Ну, то есть, ты как бы образовываешь своих людей и говоришь, что им нельзя, даешь им условие, что эта коробка не открывается. До 12 нося такого дня запрещено. Ты понимаешь, что так тебе, блядь, гораздо больше возбуждает интерес? А после этого ты еще добавляешь фразу «А кто, короче, проебется, тому миллион штрафа повесим». Ты знаешь, как... что будет, если случится так, то, мне кажется, это нормальное человеческое общение. Когда ты постфактум узнаешь, просто у тебя, типа, лежала на складе игра, ты принес ее домой, ты запустил ее, ты поиграл, охуенный, типа, пойду в Delivery Club теперь работать, возвращаешься домой и, типа, возвращаешься на работу и тебе говорят, ты как бы не уходи пока, подожди, сначала миллион отдай, а потом увольняйся, иди работать. Ну, типа, это не очень нормально. А ты понимаешь, что ты работаешь такой, типа, в Delivery Club или тем же кладовщиком на складе МВиде и таскаешь коробки, потом приходишь такой домой, блядь, включаешь игру, в которой ты таскаешь коробки, да. А, знаешь, это охуенно, потому что это сразу мне вспоминается та картинка, где, знаешь, немец такой, ну, наконец-то, тяжелая работа закончена, приду домой поиграть. Там фарминг-симулятор, симулятор погрузчика, симулятор промышленного химика. Симулятор немца. А, это Wolfenstein? Слушайте, с Death Stranding, знаете, что еще интересно? Ну, то есть, понятно, вот эти истории с кладовщиком в видео, я вспоминаю историю, которая произошла в свое время с компанией Акелла. Помните такую? Помню, да. У них был, по-моему, Assassin's Creed 2, а может быть, Assassin's Creed 1. А, я помню эту историю. Вторая, вторая. И первая, вторая, по-моему. По-моему, вторая часть. Короче, история была в том, что один из сотрудников этой компании принес домой на болванке полную копию игры. Играл в нюх дома. Уголизован на русский полностью. Да, да, да. То есть, готовая копия для отправки, типа, в магазин. К нему пришел его какой-то приятель и говорит, о, откуда у тебя? Он говорит, а с работы. Он говорит, о, клево, дай переписать. Тот ему переписал на болванку, тот пошел, блядь, эти болванки нахуярил штук 500 и продавал их, понимаешь? Причем это было за месяц до релиза игры. Да, да, это было, блядь, гораздо, даже не за месяц, там что-то, блядь, очень много времени было до релиза игры. Чуть ли не полгода, блядь. Короче, я не помню подробности истории, но вот, мне кажется, история с кладовщиком примерно такая. То есть, он принес домой диск, такой, включил ее, чтобы, типа, проверить. Такой, ага, работает. Такой, типа, пойду-ка отнесу ее обратно, пока никто не заметил. Он просто проверял. Вас заметили, понимаешь? Просто это как в этом, в обливании вас заметили? Он просто проверял, чтобы не продавать людям неработающие игры. Я считаю, что его надо наградить. Ты хоть раз видел на прилавке хоть одну пиратскую игру для PlayStation 4? Хоть на каком-нибудь. Потому что кладовщики стараются, не допускают. Да, да. Таких отзываний. Он не успел отнести, потому что игра часов на 60. Да, он проверял, как бы, ее работоспособность полностью. Ну, то, чтобы проверить обслуживание, надо же ее пройти. А вдруг там концовка сломана? Такая история. Аноним занес нам 100 рублей. Вытащи Тимура с Португалии. Все должны страдать. Хочу, как раньше. У Макса. Балтика 9. Тимур с Apple. А Дима с хуй знает с чем. Дима, да. Спасибо. Дима с хуй знает с чем. Я опять почувствовал себя заглушкой. Ничего страшного. Наша почетная, почетная заглушка. Слушайте, про заглушки говорят. Тут Netflix выпустил очередной трейлер «Ведьмака», который, кстати, многими кадрами повторяется с предыдущими. И как вам вот, вы смотрели? Очень накаченный, очень герой такой, очень накаченный. Ну, смотрите, они, на самом деле, во-первых, они сделали каноном ванную. В смысле, в смысле, бадью, в которой Герой отменялся? Да, в котором он лежит. Да, 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 это ванная. Значит, потом мне, на самом деле, вообще в целом все понравилось. То есть, надо понимать, что это экранизация книг, а не игры. Это трейлер. Ну, типа, там, знаешь, типа, последний сезон «Игры престола» выглядел ахренеть. Да. А потом, типа, все закончилось, как закончилось. И неизвестно. То есть, этот чувак, он, может быть, по-моему, с первой тизеры, то, что мне казалось, он немножко, как будто бы, не очень подходил. Он слишком такой... То есть, Геральт, он брутальный, но больше похож такого на не очень ухоженного мужика, который, типа, просто, ну, клевый, но еще... Геральта описываешь из книг, ты же понимаешь? Типа, там, не супер, не модельная внешность. Там хорошо пишут «Доспехи школы мошонки». Это у нильфгарцев, да. То есть, как бы... Вот, а этот чувак, он такой, типа, супераккуратный. Вот. И я не знаю, как он пишется туда или нет. Смотрел он, интересно, не очень. Она смотрится даже по трейлеру. Как дешевая славянская фэнтези. Знаешь, как хуевище просто. Ты просто не смотрел тот сериал «Ведьмак», который есть уже, видимо. Я смотрел. Да, в Чубровском. Ты тоже смотрел. Нет, пацаны, я смотрел тот сериал «Ведьмак». Мы все тут его смотрели. И он совсем говно. То есть, это я называю дешевая славянская фэнтези. Да, пожалуйста, не сравнивай. То есть, тут фланточка еще. Вы вспомните, в каком году она выходила? Он выходил. И в каком году вышел? Мы прям сейчас можем начать снимать этот сериал. Просто смотри, я, типа, вот так делаю. Ты там футболку тоже повяжи. И, типа, все, и притворяемся. Не учим роли, ничего не делаем. Смотри, а я ведьмак, смотри. Нет, ты мой шовур, ты похож на друидов. Ты похож на друида, сука, не могу. Я платва. Тагадым, тагадым, тагадым. Иго-го. Слушайте, ну, история с «Ведьмаком», мне кажется, я не понимаю, для чего она сделана. Ну, то есть, я понимаю, для чего ты Нетфликсу, да? То есть, как бы... В смысле, не понимаешь, зачем? Ну, смотри. Подожди. Кстати говоря, у нас там два доната, дайте-ка их зачитать. Раз уж мы про деньги тут. Ширчик, заняться на 500 рублей от бывшего лодовщика. Ей, спасибо. Спасибо. Злоебучник растопыренный, заняться на 300 рублей на пиво. Спасибо, братишка. Спасибо. Хорошо, что не тот хуесос, а то... Нет, я просто представляю... Значит, следующий донат будет условно-бесплатный хуесос. Хуйсос по подписке Хуйсос по подписке Самое лучшее Ты напишешь людям Хуйню в личку И где мои 100 рублей, пидор, в этом месяце Большое спасибо Возвращаясь к Ведьмаку Я могу сказать, что Он выглядит дешевенько Он не выглядит Как игра престолов новая Это не тот сериал, который вы будете Ранее кал бежать смотреть Но я могу сказать, что По трейлеру очень часто бывает Такая история, что трейлер говно А сериал внезапно классный Такое тоже же возможно Чаще наоборот Чаще наоборот Мне нравится, как ты себя успокаиваешь Я тоже расстроюсь Если экранизация будет говном Ты читал книжки? Ну да, все же читали Так, давай Ты прям в глаза смотришь Значит, все же читали Денис, ты в какой стране живешь? Мама, что говоришь? Сейчас закончу, хорошо Мама, пришла, ребят? Мне нужно урок Вы понимаете, что Вот они сейчас закончат Они сейчас закончат Экранизацию первых двух книг То есть, по сути Рассказиков Ну, по сути Повестей таких, да, небольших И они Если все пойдет дальше Будут пытаться Экранизировать Следующие книги Сапковского То есть, условно Первый сезон Это первые там две книги Второй сезон Это там третий Четвертый В общем-то И так далее И я вот сижу и думаю В какой момент До них дойдет Что Чем дальше влез Тем книжки По Ведьмака Все хуже И хуже И хуже И хуже Ну, там же Там должно быть написано Чтоб так не было Там должно быть написано По мотивам книжек И это значит Что ты, типа, можешь Что угодно Ты берешь классные моменты И просто все туда Впихиваешь Со всех книжек Дим, там просто Поскольку у нас Нетфликс Это интерактивный вид медиа Там, короче Есть специальная кнопка В последней серии Последнего сезона Она называется Промотать вилу И тебя сразу Перескакивают На страницу игры Удобно Вы, кстати, слышали Историю про Промотку на Нетфликсе? Там один Один из комиков У Нетфликсов Постоянно выходит шоу Да? Этих комиков Стендапы И на одном из стендапов Я зовут Как комика зовут Он, короче, попросил Нетфликс Сделать кнопку Пропустить Шутки про Трампа То есть Ты смотришь его На Нетфликсе Такой Бля, заебали шутки Про Трампа И там есть кнопка Пропустить шутки Про Трампа И тебя хуяк Справа перематывает На середину Ты когда загружаешь Выбираешь Какую серию Ты пропускаешь Как называется Кнопка Но я хотел рассказать вам Другое Чуваки Согласны ли вы Раз мы про Нетфликс Что, типа, консолью Можно назвать то Где я могу играть Сейчас такая внезапная мысль Ну, согласна Да, очевидно Так Я, короче, давно Это старые новости Уже неинтересны Но Я играл в Майнкрафт, короче На Нетфликсе Так И Это который Майнкрафт, как это? Стори Мод, типа Да, да, да И, короче Нетфликс-консоль А? А? И чё? Ну, типа, ты нажимаешь там Кнопки, у тебя меняются персонажи И всё-всё-всё Ну, всё-всё, что я хотел сказать Что они, чем больше будут интерактивных игр делать Тем Ну, типа Что их отличает от консоли От классических игр Ничего, мне кажется Мне вообще кажется Что надо всех Абсолютно всех Персонажей Ну, то есть, вот В условном Ведьмаке Снимать нескольких разных актёров То есть, не нравится тебе Генри Кевел Ты берёшь, просто меняешь его на Михаила Жебровского И всё Просто в настройках, блин, на Нетфликсе На Никиту Михалкова Но просто я могу вам так сказать, парни Миллениалу, наконец-то, изобрели FMV-игры Тем временем Тем временем Генри Кевелл Окей, бумер Генри Кевелл Генри Кевелл Генри Кевелл за ясно 100 рублей Пишет Да вы бы, бля, попробовали бы сыграть Такого легендарного героя Я бы посмотрел на вас Блин, ну Выйди со мной раз на раз, блядь Бэтмен, ёбаный Это про Fallout 4 сейчас было? Нет, я про Генри Кевелл Сука Короче, я думаю, что Вот по поводу того, кто играет на Нетфликсе В этом сериале Ведьмака Главную роль Это вопрос времени Напишут на Домогарову Надменять, блядь Спасибо комьюнити Выйдет сразу же Просто релиза Дипфейк-версия Где все роли будет играть Николас Кейдж И вообще никаких проблем не будет Николас Кейдж Мой актёр Которого я бы хотел видеть в роли Ведьмака Ну, кстати, я бы с удовольствием за дипфейком Я бы даже, блядь, нейросетку на свои 2080 поднял Знаешь, если бы Если заменить Абсолютно все Ну, эти Клипы с Кевеллом На этого На Миккельсона На Матса Миккельсона? Да Он не похож на Ведьмака Ну, ты знаешь Люди часто говорят Поднял бы Нейронку Вот многие, мне кажется Те же интересные моменты Рассказать про типа Как дипфейк работает Нет, я тебе объясню Я гонял дипфейки для ДТФ У нас там не вышел в итоге материал Но я накладывал лицо Путина На лицо директора Брина Из Half-Life 2 Ну, вот Еще на 1080 своей Странный вкус, но ладно Это последний город из оставшихся Так вот И Это занимало кучу времени Но Сейчас можно В принципе Локальный вот Дипфейк Касательно лица Поднять на компе Да нет То есть там проблема Проблема не в этом То есть Если хочешь качественный Обычно Вот есть этот известный Ютуб канал Copypast Face Как-то он так называется То есть Если ты хочешь качественный дипфейк Ты типа неделю Собираешь сотни фотографий Николас Кейджа Где его голова Она типа Да, я знаю Что ты собираешь Исходные данные А потом Ты как с ребенком Во время То есть там Самое сложное Ну расскажи мне Как с ребенком Давай Ну вот И в общем Нейронка орет И говорит Типа Я покакулька ли Приходишь и убираешь И говоришь Нет, это не лицо Путина Нет, это работает не так К сожалению Денис с детьми К сожалению Это работает не так У меня Детей нет Поэтому я типа Счастливый чувак Я не знаю Свет Обычно О покакульках Тебя пушами не уведомляют Ты об этом постфакт В смысле? Вот что А нахера дети тогда нужны Если пуши нет Да, вообще какой диапазон А ты можешь его там К Apple Health подключить Например Чтобы он тебе прям На часах Он знаешь Он тебе эти часы Может в интересное место Засунуть Но это другой вопрос Как в том фильме Да, именно Слушайте Говорят про Умкие Это Apple часы Да, это Apple часы Моего отца Да Слушайте Говорят про Apple часы Моего отца У нас вот отличный Переход на следующую тему Нинтендо занесла вам 100 рублей Поэтому я считаю Руки у сценопистов Развязаны Да, я согласен У сценопистов Они завязаны только На книжке Так-то То есть как бы Если там появится Космический звездолёт Хотя с другой стороны Мы же не знаем Какая аудитория У Netflix Может они уже собрали Какие-нибудь Знаешь эти Как это назвать Маркетинговые исследования И социальные группы Собрали Как вы думаете В славянском фэнтези Про ведьмака Основанном Не на видеоигре А на Книгах Да, Сапковского Уместно ли Использовать вертолёты Нет, нет Подожди Вы подумайте Об этом Нет, нет Просто понимаешь Поскольку фокус группы Меняется Геральт становится чернее И просто В седьмом сезоне Его играет Уже Сэмюлл Джексон Мне кажется Чуваки Если вы смотрели Последний сезон Суспарка Вы знаете Как Нетфликс Выбирает сериалы Которые Хочет Запустить Поэтому это Совершенно просто Если типа Там есть актёры И типа Они говорят Вот так Ротом делают То значит Возьмите бабки Нам нужен Нетфликс Ориджин Актёр ртом Слушайте Говоря про умные устройства Вот мы тут обсуждали Часы моего отца Что называется Тут Интернет оф щит Наносит ответный удар Вот И совершенно Интересная вещь Вот мы привыкли Что устройства Взламываются Через интернет Через какие-то Бэкдоры Которые есть Прошивки То есть вот Недавно Какая-то женщина Купила себе Умную кормушку Для котов Выяснила Что у всех этих Кормушек Абсолютно одинаковые Логины Пароли И получила доступ К абсолютно всем Кормушкам в мире Ну совсем так 14 тысяч Она смогла Типа у нее Какую админку Она попала 14 тысяч Кормушек И она могла Действительно Запретить кормушки Кормить животных Самое мрачное Преступление Оторопительно Я думаю Это поздно Зарепортило И китайским Производителям Они все починили Но это Все так Китайские Производители Все починили Я представляю Сид только китаец Перед ноутбуком Приходит письмо Он такой Удалить Приходит его кот И такой Мяу Я же блядь Поставил тебе кормушку Мяу Что значит Что значит Заблокировано Так блядь Что у нас там В блогах Творится Так вот Оказывается Умные девайсы Научились ломать С помощью Лазера Потому что мы живем В мире После киберпанта А помните Помните этот фильм Где был доктор зло Как его Ластин Пауэрс Да 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 Лазером Лазером Я буду ломать Его своим Лазером Сука Ну это Это кстати Не первое исследование Которое с помощью лазера Как-то работает Со звуком Год назад Я видел такое же Где чуваки С помощью картин То есть там Лазер проецировался На окно И вибрация Или на куст Куст Или пачку чипсов То есть они Три объекта показали Я подозреваю их больше И они могли Считывать Лазер проецированный На пачку чипсов Любых чипсов Или только Конкретного бренда Это хороший вопрос Извини В исследовании Было только про Доритов Причем Доритов паприка Ну то есть Другие Они не уверены Что будут работать Короче И любой звук Как бы резонанс Поверхности Там какая-то Суперчувствительная Камера его считывала Конвертировала В аудиоволны И действительно Они показывают Демку Где они с помощью Куста Который установлен Дома Они могли узнать Что происходит В комнате Сейчас это наоборот Сильный лазер Направленный на девайс Может вызвать Определенные звуки И сказать Алекса Закажи мне Типа все Дилда С Амазона Подтверждаете Да Подтверждаю А ты же знаешь Что умные Вот эти галлонки Что там Не знаю Алекса Что Как она называется Господи Эпловская Я забыл Хомпот Хомпот Сири Да и Сири Да и вообще Все эти умные девайсы Они же реагируют На звук Своего владельца Только на Отзыв Ну то есть Вот ты говоришь Окей гугл Или говоришь Окей алекса Вот эти все слова Активаторы Они только От От владельца А все остальное Что ты после этого говоришь Можно сказать Любой другой человек Нету распознавания Ты же понял Что это такое Они ничего особенного Не имеют Я тебе недавно Видео скидывал Я заморочился Ходил в Икею Купил Короче Умные розетки У меня хомпот есть Подключил к хомподу И стоял здесь С 40 метров Я живу на 9 этаже И я стоял Типа в 200 метрах От дома Говорил в часы Типа Хэй Сири Турнов Зе Лайт И она типа Выключала И включала свет Я конечно Очень переживаю Кто еще сможет Обладать такой силой Типа А если кто-то Меня взломает О господи Ну это та же самая история Они ничего не умеют Ставить будильники Узнавать сколько лет Кому-то Ну подожди Опять же История про покупку Дилда Чем будет тебе История А ты не думал О том Что кстати Взламывая Условно Таким образом Умную колонку Ты можешь Какие-нибудь Финансовые данные Например Выведать у человека Откуда она У меня знает Какие финансовые данные У меня сейчас Две колонки Сири Повтори пожалуйста Данные моей карты И три цифры На обороте Я забыл Я забыл А конечно У меня дома сейчас есть Homey HomePod Google Assistant Оба вообще Типа Прикольные собеседники Когда хочешь Одни о чем поговорить Или поставить будильник Узнать погоду Больше ничего О них тебе Ну то есть Когда тебе стало скучно Вердер или Дэдстрендинге Ты решил поговорить Хоть с кем-то Да Так Дим Вы Какие-то Невероятные сценарии А вот реалистичный Сценарий Сидишь ты такой С родителями И так Да мам Смотри Вот у меня такая Квартира Классная Вот умный дом Лампочка Включись Лампочка Выключись И такой знаешь Лазером светит Твоя бывшая В колонку И так Зачитываю историю Браузера За последние Три месяца Слава богу Ассистенты Не умеют Это читать А инкогнито А в инкогнито Ни у кого Доступа Вообще нет С другой стороны А что мешает Просто доводить соседей Там типа В три часа ночи Там типа Алиса Поставь король Шут Ну хорошо Мне кажется Сейчас эти прекрасно Перфоратором справляются И без ваших этих Айтишных штук Вообще Типа Нормально В семь встал Начал ремонт делать Еле мясо Мужики Плейнкой на дистанции Нафигаем лазер Типа Перфораторы лазерные Может быть Вот это тема На самом деле Вы согласитесь Что это огромный Урон для приватности Ну мне как кажется Я понимаю Что все эти голосовые Ассистенты Они В большинстве случаев Сейчас бесполезны В большинстве случаев Но Только если вы не хотите Поставить будильник Ты знаешь Сири И это не всегда Прокатывает Да Вот что я нашла В интернете По запросу Сири поставь будильник На 15 минут Да 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 Именно что Это так и работает Сири Я живу Наверное с ними Уже с этими ассистентами Единственные мои Домашние животные Уже Наверное с хомподом Довольно долго Единственный сценарий Который я постоянно использую Это Поставь будильник Поставь камеру Когда готовишь Или играешь И Узнай погоду То есть что на улице Находится И все Ну а Ну естественно управление музыкой Вперед-назад Но это как бы совсем базовая вещь Которая То есть Это Все Все Алиса прикольней Алиса Стерва Она такая Типа У нее свой характер Она может Алиса Что ты думаешь Про Дениса Ширяева Не надо Не говори правду Вообще не знаю Кто это Ври Ты понял Ты понял Я Кибер Унизили Я Денис Музыкант Эй Эй Проси Предлагаю под это Перейти к следующей новости Окей серия Мавик Мини А что за Мавик Мини Это в общем Если вы хотели Когда-нибудь Дрон Который вы купите И он будет у вас Лежать на полке Всегда Как с камерами Гоупро Которые у вас Скорее всего есть То вы можете За 500 долларов Купить От DJI Новый дрон Он весит 249 грамм Что Довольно смешно Ну то есть Его не нужно Регистрировать В США И России Для того чтобы Оперировать его Но Например в России Нужно получить Разрешение Разрешение на полет А он маленький Да или что Да он супер маленький Он размером с айфон Серьезно То есть он такой Небольшой Сложенный С айфон Он там в кармашек Кладется То есть DJI сделал Прям Я смотрел обзоры Уже какие-то Я уже развел Тихо директора Нашей компании Что нам обязательно Нужен один Потому что мы с ним Иногда хайкаем И вот Ну потому что Будет обидно Если я его один куплю И он у меня будет Всегда лежать Как бы И раз в год Буду его куда-то С собой брать Вдвоем Уже не так обидно У меня был Самолет На радиоуправлении Мне подарили его На день рождения Большая ошибка И он прожил Типа минут Двадцать Такого плана Короче Там была береза Был самолет Ну и Accident happened У меня тут Интересуется Знакомый Мне самому не интересно А сколько Грамм С4 Может перенести Этот самолет Эй Самый лучший Вообще Что я видел С4 За последние недели Слушай Ты говоришь Что это Самый маленький Дрон Да Типа в мире Самый маленький Ну не Не Конечно Есть самый Есть типа Супер маленький Но просто Есть комарики Такие Да Представь себе Маленький Дрон И такой Да Да Сука Тебе смешно А мы коту Покупали Такого дрона Пилотажевского Вот он Такой Мизерный В смысле Коту Ну Кот За ним Гонялся Да А он Управляется И летает Да На радиоуправлении С телефоном А еще Кто-то говорит Что в мире Кризис Перепроизводства Какой Кризис Нет Маленький Квадраковый Мы всего лишь Купили Квадрокоптер Коту Пожалуйста Бонусы В МВД надо было Потратить Что началось Это сразу Лучше б ты ему Корма купил Просто Умную кормушку Который бы Заблокировался Через неделю Да мне только сейчас Дошло Что мы живем В киберпанке Вот Как это работает То есть До этого Об этом Даже не задумывался Ну Блять Дроны Для кота Подожди А как это Выглядит Вообще Есть ссылочка Надо Медоз Записать Я сейчас Напишу Дрон Для кота Я чувствую Они выглядят Как обычные Дроны Но Типа Их Ловят Каты Понимаешь Да Они очень Маленькие Кот С ним Играет Я вспомнил Историю Как чувак Превратил Своего Мертвого Кота В Дрона Блять Это было Несколько лет Назад Мне нравится Пройдет Типа лет Пять Дима Будет сидеть У своей Собственной Кормушки Которая Открывается По времени Чтобы его Покормить И он Такой Блять Ненавижу Этот Киберпанк Сраный Надо было Оплатить Подписку Кормить Меня будет Кот Короче Если вернуться К этому Дрону Он Не самый Маленький Мавик Мини Хорош Тем Что Делает Диджай Потому что Они известны Своей Стабилизацией Камеры Качество Общей Технологии Качество Дронов Если вы Не видели Ни одного Из них Продукта Там Диджай Мавик Например У него Огромное Количество Режимов Один Из самых Классных Который Я видел Он Может Сам Себя Тречить Он Летит За тобой Но Самый Классный Режим Это Когда Он Постепенно Вокруг Тебя Набирает Орбиту Называется Хелиус Это Прям Профессионального Вида У меня есть Один Чувак Я его Фоллю В Инстаграме Просто Типа Парень С района Который Берет С собой Всякие Поездки Своего Мавик И Я Каждый раз Когда В инстаграме Его посты Не понимаю Типа Нафига Он Наворовал Где-то Фотостока И Загружает К себе Настолько Он Охренительно Выглядит Настолько Это Выглядит Профессионально Вот В общем 500 долларов Мавик Я думаю Что Запретят Красиво Чем быстро Запретят Запретят Практически В этом Уверен Гим Капсилист Просто Самое Главное Еще То Что Он По-моему Может Летать 30 минут Да На одном Заряде 30 минут Это Вообще Но Это Космос Для Дрона И Так То есть Вы Должны Понимать Что У меня Был Рабочий Фантом 4 Который Я Периодически Брал В аренду Для Аэрофотосъемки Я Своего Дрона Не Держу Он Мне Очень Редко Нужен И У нас Фантом На батарейке Летал Где-то Минут 20 Да Ну То есть Есть люди Которые Не знают Что за Шары Соседи Сверху Катают Постоянно По вечерам То есть Теперь У вас Есть Способ Сделых 30 минут Выяснить Что же Делают Ваши Соседи Над вами Открываете Окно Вылетаете Смотрите Просто Охренительно Вот посмотрим Как ты запоешь Когда четверть Килограмм Тебе на голову Пойдет Пишет нам В чате Я представляю Что Знаешь Если На него Приделать Специальные Такие Лопасти Чтобы Когда он падал Он звук издавал Как истребитель Штука Как А ты знаешь Это Мне вспоминается Что в Германии В Германии Короче Очень Очень Мощное Движение Радиоуправляемых Моделистов Они делают Прям копийные Модели То есть Самолеты С реактивными Двигателями На радиоуправлении Вот Вертолеты Полные копии В большом Очень масштабе Размером Человека Но Прикол не в этом И они собираются На полетушке По катушке Там Машинки Катаются Самолеты Летают Естественно Там Случаются Аварии Потому что Это тоже Часть кайфа Что-нибудь Разъебать И там Знаешь Столкновение В воздухе Сталкиваются Два радиоуправляемых Самолета Они падают На взлетно-посадочную Полосу И к ним Несутся Две радиоуправляемые Машинки Пожарные С мигалками Начинают Их тушить Серьезно? Да А маленькие Радиоуправляемые Человечки Не прыгают Там на трап Чтоб съехать С него Напоминать Напоминать историю Где чувак Какой-то Тоже радиолюбитель Он делает Типа Ремонт В подвале Копает Там Карьер Уже Типа Пятый год У него Все на радиоуправляемые Эскаваторики Нагружают Маленькие Самосвалы Маленькие Самосвалы Возят Все на улицу И приходит Жена И говорит Вот права Была мать А? Вышла За дурака А? Слушайте Знаете Что самое Тупое Что произошло В 2019 Британские Ученые Выяснили Почему Пациенты Больше доверяют Врачам Чем Каким-то Сложным Алгоритмом Ну давай Давай Короче Британские Ученые Как вы уже поняли Вот Они Совершили Очередное Открытие Оказалось Что Пациенты Считают Что Докторам Можно верить Больше Только потому Что их Случай По их мнению Очень уникальный Индивидуальный То есть И каждая из них Уникальная Снежинка И яркая Звездочка И не может Какой-то Бездушный Алгоритм Обученный На миллионах Таких случаях За них Что-то решать То есть У вас Спидарак Да То есть У вас Ракоспид Третьей версии 2б В смысле Это же Мой уникальный Ракоспид Типа Мы изучили Миллиард Пользователей Это реальный Случай Почему Ну то есть Реальные данные Почему пользователи Не очень доверяют Искусственному Интеллекту А потому что Смотри Опять же Вот тебе Искусственный Интеллект Носит диагноз А куда совать Конфеты В какой Отсет Нам он пишет Бутылку куника Куда девать Серверную Приносишь Там люди Уже найдут Пацаны Всегда За радость Кто В серверной Сидит Ну и Мне кажется Вот это Это конечно Сейчас просто Поколение людей Должно будет Отходить Как бы На Уже То есть Те которые Привыкли К традиционной Медицине Классически Где компьютеры Не участвуют И все больше будет Каких-то Автоматизированных Диагнозов Там проверка Рентгеновской СПИД Снимков Уже Там Поставлено На поток Некоторых клиник Слушай Ну в любом случае Мне кажется Решает в итоге Все равно Врач То есть Он может Для этого Использовать Какое-то Количество Инструментов В том числе ИИ Но решать Все равно Врачу Ну конечно Он будет решать Еще лет Пятьдесят То пускай Ну то есть Они же Как бы Как это все Работает Это в любой Индустрии Сейчас так работает Появляется Стартап Говорит Я помогаю тебе Написать Код на ПХП Я помогаю тебе Сделать Кликабельный Баннер Или я помогаю тебе Лучше ставить Диагнозы И ты такой Как классно Жить в будущем Здесь Детенадцать Мой львин Год И ты начинаешь Как бы Соглашаться С диагнозом Этого компьютера С дизайном Баннера С Не знаю С этим ПХП Кодом Который Написал Алгоритм Так происходит Ну десять лет И такой Типу Кого за это Винить Чувак Который Делал тебе Баннер Не я Чувак Который Прогромил Не я Скорее Наоборот Ты будешь Ты как человек Ты будешь Помогать Алгоритм Становиться Лучше И за десять лет Каких-то И не за пять Десять лет Сложно Прогнозировать Когда сейчас Так прыгают Технологию Ты просто Придешь на работу И типа Там уже готовый Баннер Ты думаешь Блин а зачем Тогда Не буду говорить Начальству Чего я тогда Буду здесь делать То есть я думаю Что все будет Именно так Что конечно Они будут ошибаться Конечно сейчас Все алгоритмы Зависит от человека Но будет Переломный момент Когда-нибудь Он настанет Когда-нибудь Он настанет Ты приходишь на работу Тех Электронный чар Говорит Вы знаете На девяносто процентов Кажется что вы долбоеб Пока Да-да-да Сослушайте Рекомендации Долбоеб С другой стороны Это конечно Все замечательно Но В одном из первых Завтра кастов Самых первых Мы вспоминали историю Когда В Лос-Анджелесе Или где-то В Америке Нейросеть Натравили На массив Судебных дел И решений Чтобы выносить Всякие решения По Новым делам Высилась Нейросеть Ёбаный расист Ты так сказал Нейросеть Натравили Как будто Она и правда Травила Там кого-то Просто Хуй Сосилась Немецкая нейросеть Погоди Не обрекай Немецкая нейросеть Это та Которая травит Так вот Блин Слишком много Я думал Мы вне законы Все Ну Как тебе сказать С 45 Уцелело Несколько кассет Суть В том Что Выяснилось Нейросеть Да Действительно Она здорово Работает Как судья Видит черного Сразу за решетку Просто Но С другой стороны Ты знаешь Есть же статистика Есть статистика Но нету Вот этого Human touch То есть Нету Такой истории Чувак Который выйдет И скажет Чуваки Статистика Конечно Показывает Нам Что Преступление Определенная Группа Людей Чаще Совершает Чем Другая Определенная Группа Людей Но Мы же Должны относиться К каждому делу Как к уникальной Снежинке Можно просто Баннер показывать И звездочка Знаешь Пока загрузка идет Показываешь цитаты Этой нейронки Ну Я просто хотел Я представляю Как это будет В медицинском стартапе Знаешь Ты приходишь Тебе показывать Во время загрузки Цитату Сталина Что Гибель миллионов Статистика Друзья Рак Это еще не конец Да Рак Это только начало Врачебная нейросеть Которая общается С вами голосом Доктера Хауса Что может быть Прекраснее Типа Герпес Самая распространенная Распространенная Болезнь Ты знаешь Калы тоже болеют Сифилисом Я короче Могут Тебе Ты знаешь Мне вспоминается Сразу цитата Кварксона Когда типа Хвалить эту машину За то что Она лучшая В своем Вклассе Это все равно Что сказать У меня сифилис Лучшая из болезней Распространяющихся Половым путем Вот Отличная цитата Это кстати правда Довольно элитарная болезнь Ну то есть Попробуй Поймай Знаете что Позволяет Собери их всех Уменьшить Количество болезней Количество стресса Ну и вообще Сделать жизнь Людей Скажем так Не выходить из дома Хиканство Я пробовал Не помогай Думаю Тимур Сказал бы Аниме Я напоминаю Что заглушка Слишком много Все позволяет Серьезно Пишут Трава Нет Чуваки Позволяет Уменьшение Количества Рабочих дней Майкрософте Провели Эксперимент Перевели Японский офис На четырехдневную Рабочую неделю И что же Выяснилось Ну японцы были довольны Понятное дело Что Рост продуктивности Вырос на 40% 40% У всех Кто работает Сейчас в России Есть маленький Умулятор Потому что Сейчас короткая неделя Вы можете за эту неделю Проверить На сколько процентов Величилось Ваш Я бы сказал Что еще В России Есть как бы Официальный выходной Называется Пятница Это маленькая суббота В пятницу Как бы Никто Не работает Но работают А среда Экватор недели А среда Как бы Зачем в среду Работать Потому что Ну блин Как бы Середина недели Какой смысл Перенапрягаться В понедельник Просто тяжело То есть По сути Ты работаешь Во вторник Ну то есть По большому счету У меня возникает вопрос Когда кончится Эта херня Со вторниками А с четвергами Прости С четвергами Да Ну просто Ну камон 40% продуктивности Мне кажется Здесь есть что-то Японское В этой новости Мне кажется Если бы мне сказали Что мы теперь Работаем 4 дня Я бы так старался Работать продуктивно Чтобы никогда Не возвращали Подельник То есть Если бы Любой команде Придит Я не знаю Приди к кому-нибудь Офис И скажи Чуваки Если сейчас Будет все нормально Мы короче Так всегда Будем Пацаны Пацаны Давайте быстрее Короче Нужно выходные Будет тоже поработать Скажем всем Что отдыхали Но подожди А насколько Твоего энтузиазма Так хватит Ну камон Вот в этом и проблема Потому что Майкрософт Замерял результаты Всего один месяц Всего один Ну типа Пару лет Наглеба хотя бы Это напоминает Тот мем Знаешь Пацаны Пацаны Всего месяц Потерпеть Зато потом Нормальная работа И сейчас Главное Не бухтеть Вообще Странноватая история Есть серьезные люди Которые разберутся Ну Как бы 12 месяцев Вот такой эксперимент Если бы шал Я бы понимаю Так они как бы Дали попробовать Во-первых Японцам Ну как бы И не работать много А потом еще и забрали Это очень нечестно И бесчеловечно А спустили в вожжи Так немножечко Знаешь так Ну давай Давай Посмотрим Как там работать Японцы очень трудолюбивые Они наверное Безумно трудолюбивые И Интересно Почему Microsoft Решил именно на них Вообще тестировать А не на каких-нибудь Итальянцах Которые А итальянцы бы не заметили А что Оказывается Сегодня работать надо было В смысле Да Типа у нас А сиеста будет В этом выходной Или нет Просто Дополнительная Компенсация Потому что жарко А мне еще там Мне надо идти Бунтовать Там Каталония Отделяется Мне туда надо Это соседи Ну ты понял А во Франции Все очень просто Там уже шестой год Идет сбастовка В офисе Так что Мой любимый Французский протест Это по-моему В 80-е Или 70-е У них был Про студенческий протест И на плакатах Было написано Мы не хотим работать Так можно было Серьезно Типа Серьезно Они реально бастовали Чтобы не работать студент Типа Я хотел бы А как это работает Подожди Ты просишься Не работать студентами И правительство тебе дает денег Ну ладно На Ааа Мы думали вам В смысле У тех кто хочет работать Подожди Там не так работает Там типа Протестуем Троеточие Профит Типа что происходит В эти троеточие Никого не волнует Все хотят Ты правительство Ты разбирайся Наша задача Типа Протестовать Да Окей бумер Это те истории Знаешь Когда типа А давайте убьем Всех плохих людей А сами только хороших Примерно такая же история Это опять Про немецкую нейросеть Подруга работает Посольство Японии В Москве Рассказала историю Что сотрудница хорошая Умерла от переработки Печально Это самое Ну это наверное Вранье Что самая популярная Причина смерти Одна из Наверное Она входит В какой-то топ Потому что Она действительно Очень много работает С вашим Что делает Японцы Офис Майкрософт Иксбоксы В посольство США Продают Они сами В него Круглосуточно Играют Создают активности Давайте Мы дожмем Чуваки По пятницам Мы теперь Не работаем Надо Но играться За четверг Пока До 200 Аккаунтов Тысячу Не выбьем На Gears 5 Никто Домой Не пойдет Запускай Call of Duty Так это работает Ну так ты знаешь Ты просто не настраивал Майкрософт Эксендж Сервер На японском Я в принципе Понимаю Если они перевели Я его на русском Один раз настраивал И мне не понравилось Честно тебе скажу Очевидно Чем они занимаются И почему стали продуктивнее Нет Нет Слушайте Давайте Отойдем От этих всех новостей И обсудим Наши впечатления Дело в том Что на прошлой неделе Было Скажем так Не так уж и много Видеоигр В которые можно было Поиграть Да так-то Ну потому что Все мы ждем Ту единственную Мы тут ждем Ту единственную Которая 6.8 Из 10 Оценка на iChain Выходит она Кстати по-моему Через 3 дня Да Мы в пятницу Бишемся Я думаю К тому моменту Как выйдет этот подкаст Вы уже все будете В него В него Замечательно играть Я тут поиграл На прошлой неделе В игру Которая называется Deliver as the moon Типа Принеси нам луну Или как-то так The moon Наверное Нет Deliver as the moon Типа Принеси нам Именно луну Да Это фантастическая история Про то Как на земле В свое время Пропали Энергоресурсы Абсолютно все И единственный способ Для того Чтобы сохранить Землю Это История была Сделали Беспроводную Передачу энергии С луны На землю На луне Добывали гелий-3 И соответственно Там были Соответственно Добывающий завод Который все это делал И Внезапно Все прекращается То есть Не подает Этот завод Никакую энергию И соответственно Человечество испытывает Энергетический кризис Послать космонавтов Они не могут Ничего понять Не понять Невозможно Что же там Произошло В итоге Правительство Сокращает все резервы И Там народ Изо всех сил Делает вид Что они не бомжи Не бомжи Не бомжи Ни разу Начало звучит Примерно Как начало дума Кто не знал Дума Есть сюжет И примерно так Что-то случилось Нужно Разобрать Шахту Отправлять Его телепортируйте Так вот Спустя Какое-то количество Времени Люди Собираются Единомышленники И там в тайне Отправительства Посылают Одного единственного Госмонавта Который должен Помочь Разобраться Что же такое Произошло На Луне Скажу сразу Интриги там Никакой нет То есть Ничего интересного Там не происходит И могу сказать Что это Наверное Один из самых Скучных Симуляторов Ходьбы Что я Играл Вот серьезно То есть Ты ходишь По этой Станции На Луне Иногда Катаешься На Как они Называются Вездеходах По поверхности Луны Иногда Действия Происходят От первого Лицца Иногда От третьего Но Я сравниваю Например С другими Играми Похожими На Такого рода Историю Например The Station Или Я говорил Про Observation Которая Тоже Неплохая И вот Deliver As The Moon Она В этом плане Скучнейшая Просто Мне абсолютно Не понравилось Хотя я знаю Что многие люди Например Говорили Что Ой Ну это Прям вообще Там Такая история Такая история Я не проникся Вот серьезно Она была похожа На фильмы Кубрика По стилю Или нет Там есть Некоторые моменты Которые Знаешь Похожи Помнишь Фильм Назывался В русском прокате Луна Луна 12 12 21 42 Как-то так Луна Что-то там Да Какой-то 2012 Нет По-другому Да не так Она называлась Ну ладно Короче Я к чему Все это говорю Есть моменты Реально хорошие Но проблема Еще и в технической Реализации 21 12 Да Проблема была Еще и в технической Реализации Потому что там Unreal Engine Я могу сказать Что чуваки Конечно умеют Работать с Unreal Engine Но там Такое количество Глюков Просто пиздец У меня персонаж И в текстуре пропадал И блять Я не мог найти Какую-то там Непонятную бумажку Которая просто пропала Перезагружаешь Сейф Она появляется В итоге Я испытывал Большую частью Фрустрацию Вдобавок Ко всему Игра довольно длинная Несмотря на то Что ее можно пройти Часа за четыре Мне кажется Всю эту историю Можно было уложить Часа в полтора Вот серьезно То есть В какой-то момент Мне стало просто Просто дебунистически Скучно Вот Поэтому я могу сказать Что Deliver Us The Moon Я вам не рекомендую А рекомендую Посмотреть на Station Observation И прочие похожие игры Observation Топовая Да Observation прикольнее было Я на неделе Наконец Нашел время И добил Игру Которую мы очень хвалили В предыдущих выпусках Disco Elysium И Что я вам могу сказать Несмотря на то Что она меня поначалу Оттолкнула И не очень мне понравилась Я Блин Я вот давно Не испытывал такого чувства Когда игра кончается А тебе этого вообще не хочется Тебе хочется дальше Чтобы было А она заканчивается Зараза такая Единственное Что я могу сказать Про Disco Elysium Про что очень мало пишут И в обзорах И почти не говорят В хвалебных статьях Во-первых Не ожидайте нелинейности Игра достаточно линейна Она реально очень линейна Практически Ну как визуальная Новелла То есть там есть Какие-то Побочные моменты Но они почти Ни на что не влияют Второе Это то что Там немножечко Резкий конец И он Если вы там ждали Какого-то Какого-то Супер разоблачения Нет его не будет Там Достаточно Хорошая концовка Но она не великая Ни разу И третий момент То есть тебе концовка Не понравилась Не то что не понравилась Мне кажется Что они Слишком сильно Нагнетали То есть Знаешь не было Такого пей-оффа Как будто Бля Вау Ну ты понимаешь Да Вот такого эффекта Концовка не производит Она интересная По-своему И третий Мой большой вам совет Чтобы полностью Проникнуться финалом Обязательно Прямо Обязательно Читайте В игре Все диалоги Описания Потому что Очень многие вещи Финал не поясняет И он Как бы Напирает на то Что вы Это все узнали По ходу игры А вы можете Многие моменты Просто проебать Потому что Не проходите Сайд-квесты Я думал Ты скажешь Типа Обязательно Обязательно Бухать Ну типа Я думаю Вот эта игра Нормальная Ну бухать там надо Чтобы знаешь Этот Английский язык Немного понимать Местный Ну вообще да Правильно Короче Диско Элизиум Страшно советую Это действительно Игра достойная Даже пара десяток Которую она получила Но А У нее Опять же Я напоминаю Нет русского языка И английский Там достаточно вычурный И Б Это то Что в ней Абсолютно Отсутствует Боевая система Как такова Это игра Полностью основанная На диалогах И том Как вы выстроите Отношение Своего персонажа Со внешним миром И к этому Надо быть готовым Да Это типа Особенно Когда ты говоришь Что она Нету Резургации Это прям Звучит Как Приговор Это как в Гуглплее Знаешь Пока русика не добавите Поставлю единичку Да да Единицы вам Темной темы нет Может стать Останавливающим фактором Серьезно Ну это Безградность Так Денис Ты там Посмотри Я Я Я посмотрел На этой неделе Ну ребята Смотрят Какие-то Продвинутые вещи Я Наконец-то Посмотрел Первый сезон Фрэнс Вот Возможно Не слышали Про этот сериал Окей Бумер Там в общем Четыре человека Они живут В съемной квартире Там Рэйчел Росс Есть И короче Они все такие Фиби Очень прикольно Я короче Рекомендую вам Он есть везде Я правда Первый раз Посмотрел Подряд Первый сезон Мне просто Всегда интересно Вот как Относится Человек К Старому Девяносто четвертого Года сериалу В 2019 Году Если он до этого Ни разу в жизни Смотрел Тебе понравилось? По какогохренительному сериалу Серьезно? Это просто Какой-то Прикольный Я все-таки Не зумер Я застал И тот старый мир О котором Там нет мобильников Там типа Видеокассеты Там она Пультом Переключает Язык на испанский На телевизоре Ну то есть Типа я застал Этот старый мир Сам по себе Просто Это какой-то Добрый сериал Наполненный Глупыми шутками Это лучше Моя Понимаешь Это мой Типа Soul spirit Я глупый человек Наполненный шутками Нет наоборот Наполненный Глупыми шутками Типа Мне очень нравится Я знаю что На любителя Наверное не всем зайдет В смысле На любителя Серьезно? Ты мне сейчас говоришь Что Фрэнс на любителя Вы что Издеваетесь что ли? Окей ладно Я просто считаю Что люди которые Не любят Фрэнс Возможно у них нет души Ну типа Такие люди тоже бывают Почему ты не посмотрел его раньше? Почему ты посмотрел его Только в 2019? Я Жил без души Все это время И тут я И тут у меня появился Иисус в сердце И я решил Что пора Наполнить себя Чем-то хорошим И добрым Он пишет Что ты Дамир рыжий У Дамира нет души Что тебя называют Дамиром? Скажи мне Ну потому что Он похож на типичного Дамиры Я тебе говорю Как чувак Который в Татарстане Живёт Похож на человека Который похож на типичного Да Меня Дамирую Ну ладно Знаете Когда тебе дошло Не сразу Просто Я просто Не понял Я еще и не рыжий Ко всему У меня типа Словно Но я однажды встречался С девушкой Которой Я сам Одессит Которую звали Дамир Да? Знаете Зачали Встречался Дамир Нет Другая история Та Прошлая Вот И она правда Две недели Думала Что я Кавказец Настоящий Я Одессит Я вообще не Кавказец Она думала Что я как Вот такая история Можно дальше Ты Сверчки Знаешь Я Давай паузу Я специально Тяну паузу Что ты Смешно паникуешь А знаете Кто еще Смешно паникует Адам Сэвидж Я посмотрел Замечательный Документальный Правда Ну Сериал На Дискавери Если кто не знает Адам Сэвидж Это тот мужик Который вместе с Джейми Хайнеманом Делал В свое время Разрушители легенд Очень культовый Документальный сериал Про то Как чуваки Просто Создавали вещи Я это так назову Так вот Летом этого года Дискавери сделали Небольшой Мини сериальчик Там что-то По-моему Шесть серий Или семь И ушли На закрытие сезона То есть В следующем году Вроде как будет продолжение Но неизвестно Будет ли еще Называется Сэвидж Билдс В русском переводе Его перевели Как Дикие эксперименты Адама Сэвиджа И история в следующем Если кто не знает Не Адама Сэндлера Не путайте Сэвидж Он Хотя и известный Довольно чувак На телевидении Ну и вообще В принципе На Дискавери Это не суперзвезда Ну то есть Это не какой-то там Не знаю там Брат Питт Да условно И под него Довольно тяжело Найти Как скажем так Фишечку Так вот В этом сериале Фишечка есть Сэвидж там уходит В абсолютно Полный отрыв Поскольку В первой же серии Он делает Например Костюм Арнмена В натуральную величину Которую можно носить Делает он его Из Из Титана Который Не пробивает Пули 45-го калибра То есть Он реплику делает Полностью реплику Да Он хотел сделать так Чтобы этот Костюм Летал Поэтому он Прошел К какому-то чуваку Который Тоже Изобретатель И Такие знаешь Летает Как эти Назвать Типа Реактивные двигатели Маленькие На руках И сзади На спине У тебя висят За полтора миллиона фунтов Он приходит К этому чуваку И говорит Я хочу Чтобы у меня Костюм летал И они пытаются Как-то эту историю Провернуть Забегая вперед Ничего хорошего Из этого Не получается Но смотреть Как они все это делают Очень интересно Каждая серия Про разное Каждая серия Про Ну что-то интересное Может быть Некоторые серии Провисают Может быть нет Мне понравились Абсолютно все Там всего по-моему То ли 6 То ли 7 эпизодов А может Может 8 Ну короче Что-то около того То есть не очень много эпизодов И Насколько я знаю Discovery вроде как Будет его продлевать дальше То есть оно будет выходить И в принципе Шел довольно успешно Я прям вам советую посмотреть Если вы скучали По разрушителям легенд Я прям Прям вот с удовольствием смотрю Мне прям очень нравится Такая история Да Слушайте Слушайте В общем-то Нам она примерно Поровну Не понравилась Потому что Я-то думал Ну вот Димка Бухтит Не нравится ему Сейчас вот я скачаю Посмотрю Меня хватило На 20 минут Хрен с ними С 20 минутами Я могу сказать Что я наиграл в неё На стриме Часа 3 по-моему Или 4 И больше не хочу В неё играть Дело в том Что это дословный ремейк Прям дословный То есть это Со всеми багами Косяками То есть это как Взяли игру Из 90-х С первой PlayStation Подтянули в ней графон А игра не поменялась сама Она вообще никак Не изменилась И поэтому У тебя стойкое ощущение Что ты играешь В старую И местами довольно Дерьмовую игру Просто с охренительным Графоном То есть это вот так Для ностальгирующих людей Наверное это нормально Для тех Кто впервые видит Как я Например Медивил Мне не понравилось Я наткнулся На какой-то Идиотский баг И Мне просто надоело Вот серьёзно Вдобавок ко всему Мне кажется Что вот такого рода Игры Их всё-таки Надо не дословно Ремейкать А вот именно Переосмысливать Ну то есть Рэчст и Кланг Да Как вот Рэчст и Кланг Как Я не знаю Там Ну короче Шотл Это было бы Неплохо Если бы ремейк Был Скажем так Недословный Здесь реально Всё то же самое У меня Такое отношение Вообще Почти ко всем Ретро-играм Я очень люблю Как бы Ретро Всю эту штуку Там собирать Консоль С консоли Разворачивать Ретро-гейминг Где-нибудь На каком-нибудь Типа маленьком Не нужен ноутбук И всё очень прикольно Всё здорово Правда Не хватает Сил Каких-то Сидеть Проходить Старые игры Не могу Ничего Свою Пойду Кроме Может быть Каких-то Старых РПГ Но Всё Остальное Типа Крон Триггер 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 Типа Ты наверное Играть Какой-нибудь Не будешь Потому что Ты что-то Тогда страдал Что ты сейчас Страдаешь Но Если сравнивать Там я не знаю С каким-нибудь Там Супер Марио Условно Что он тогда Был нормальный Что он сейчас Был нормальный Ну то есть Как бы Очень сильно Зависит от игры И мне кажется Что Медивилл И тогда была Скажем так Сильно Не очень Средненькая Да Средненькая игра Откуда у неё Такой культовый статус Я честно Сказать не знаю Ну Если кто никогда В неё не играл Я вам скажу Так Это Такая смесь Типа Чуть-чуть Детского Что ли Дарк Соулса Ну то есть Детэкшен Адвенчура С видом сверху Местами довольно Жопный Поэтому говорю Как детский Такой Дарк Соулс Ну то есть Терпения Может не хватить И второй момент Мне показал Что такие игры Должны были умереть В 90-х Вот серьезно Ну то есть Как бы Пока они там Умерли Это же ремейк И заметь Кстати Интересный выбор Да Зачем надо было Ремейкать Медивил Я вот этого не понимаю То есть У серии не было Продолжения Ни на Плэстэйшен 2 Не любишь деньги Не послушай Вот допустим Есть там серии Которые переходят Из поколения в поколение Да Ну то есть Условно там Не знаю Годов Вышел на Плэстэйшен 2 Вышел на Плэстэйшен 3 Вышел на Плэстэйшен 4 Да там условно Или там Серия про Того же этого Спайру Да Был на Плэстэйшен 1 На Плэстэйшен 2 Даже по-моему На Иксбокс 360 Был какая-то история Про Спайру Ну и кстати Скай Уэндерс Это тоже Спайра Я просто к тому Что про серию Как бы что-то Где-то слышно Да Что-то где-то происходило Медейл Она вот как была В 94-м году На Плэстэйшен 1 После этого Про нее Ни хера Не слышно 25 лет Внезапно делают ремейк Кому? Слушай Знаешь что самое интересное Вот я тебе могу сказать По ощущениям Но ремейк Это второй ремейк Медивола Чтоб ты понимал А второй уже ремейк А первый какой был Потому что первый ремейк Медивола Выходил на PSP И там он был Лучше Я тебе серьезно Он тоже был дословный Да Но он во-первых В рамках PSP Игрался не так кринжово А во-вторых Мне кажется Они все-таки Там что-то подкрутили Потому что Мне показалось Что PSP-шный Медивол Игрался Подинамичнее Чем вот этот Ну короче говоря У игры оценка 6 из 10 На среднее У критиков Поэтому Если будете брать То берите По какой-нибудь Хорошенькой Скидончику А я в принципе Не рекомендую Вот так Говоря Кстати про хороший Скидончик Тут Apple Бесплатно Фактически Год раздал Почти всем пользователям Своих устройств Своего сервиса Apple TV Plus И мы Успели оценить Два шоу Димка посмотрел Видеть А мы вместе С Димкой Посмотрели Утреннее шоу Вот как тебе видеть Морнинг шоу Давай про Морнинг шоу Сначала Давай С Морнинг шоу На самом деле Довольно странное Впечатление У меня произвело Потому что Это Считается Топовым Сериалом Сервиса Apple TV Plus Он самый дорогой Он самый дорогой Там куча Классных актеров Там играет Дженнифер Энистер Стив Карл Стив Карл Если кто не помнит Это из офиса Который босса Все время там играл Рис Уизерспун Там я не знаю Ну то есть До жопы Классных актеров Они все Охренительно играют То есть они там Не выходят из образа У них все хорошо Но сценарий скучный То есть ты смотришь В эту историю И чтобы вы понимали И речь идет Про создание Утреннего шоу На телевидении То есть Есть ведущая Есть там Корреспондент Есть там Типа оператор Есть там Продюсер Ну и так далее И вот они там Все друг с другом Взаимодействуют Завязка истории В том что В утреннее шоу Ведут Женщина и мужчина Ну с утра Обычно И Соответственно Женщина играет Дженнифер Энистер А мужчина играет Стив Карл И мужчина Обвиняют В сексуальных Домогательствах И руководство Канала Берет его Отстраняет От Ну типа как От шоу Вообще полностью И решается Судьба собственно Что делать С этим шоу То есть Вот такой Типа Через вот это Движение Мету Через вот эти Все истории Там типа Сексуал харассмент Типа вот Развивается Вся эта история Вторая сюжетная Линия Она скорее Такая типа Отношение поколений Скажем так Там есть типа Молодая журналистка Есть журналистка Постарше и вот там Мне они как-то Выясняют Отношение Зумеров и бумеров Типа того да Говори на понятном Нам языке Я не смог Досмотреть Первую серию До конца Отлично Я посмотрел Две Какие-то серии А первая серия Вообще бум Это теоретически То же самое Но только речь Не про шоу новостей А именно утреннее шоу Ну то есть Теоретически То же самое Проблема в другом То что когда ты его смотришь Тебе просто неинтересно Ты не сопереживаешь Персонажем Ну то есть Либо это Проблема со сценарием И скорее всего Проблема со сценарием Либо ты просто недостаточно Любишь Дженнифер Энистон Либо да Я тебе объясню Я тебе объясню В чем проблема Проблема в том Что я посмотрел Одну серию Не две Одну И Знаешь что У меня Какое впечатление Появилось Что Вот есть такой Сценарист А Ром Соркин В Голливуде Ну который как раз Нью с Ром и делал И у Соркина Есть очень Знаменитая черта Как у сценариста Которую потом Отдают актерам А актеры уже там Напрягаются Она называется Пулеметные диалоги Когда Пам-пам-пам-пам-пам Пам-пам-пам-пам-пам Как у нас Как у нас в подкасте почти Да? Данчик, да? Да, да, да Деньги два ствола Да, да, да Обмен реплики Обмен Обмен сейчас Да, да, да И Самое главное Что вот в этот обмен Вплетен сюжет Вплетены какие-то моменты Вплетены образы персонажей Они подаются Через вот эти Реактивные диалоги Этот стиль нравится Не всем И он не всегда работает Потому что в Ньюсруме Есть как восхитительные серии Так и полное говно Абсолютно Где-то вообще не в тем Но вот здесь Такое ощущение Что они взялись Снимать Соркина Но забыли Позвать самого Соркина Пулеметных диалогов Нет, да То есть Они очень пытаются Но у них вообще Не выходит Потому что Ну нету человека Который этим занимается И вот эти 300 миллионов Чем тратить На продакшн-студию Рис Уизер Спуну Дженнифер Эннистом Которые там Игорают главные роли Они бы лучше потратили На нормального Шоураннера Потому что Его реально Не хватает Я еще знаешь На чем подумал То что История Связанная Вот с Сексуал-харасментом И все прочие истории Она смотрелась бы Свежо Году так В 2017 Ну то есть Когда эти истории Были на слуху Да не Мне кажется В 2019 Она и тогда Быть смотрелась Херово Потому что Нет В 2019 Людей настолько Заебали этой истории Что может быть Я не сопереживаю Ну тут просто сложно Понимаешь Американская Как бы медиаполе От нашего Отличается И там такие Ходят Я постоянно Слушаю подкасты НПР Ньюз И так далее Они в принципе До конца Там 2018 Продолжались То есть очевидно Когда начинали снимать Все это еще было на слуху Я сейчас посмотрел Оценку имя ДБ У этого сериала Ну 8,2 из 10 Это очень много Это очень много Да я согласен Ну вот Непонятно за что И возможно Что во мне Что-то не щелкает Просто потому Что мне насрать На вот эти вот Переживания Ну то есть Возможно Именно поэтому А другой сериал На Apple TV Plus Который Кстати Все критики Абсолютно Захуй сосили Сказали Что это говно Ебучее Невозможно Смотреть Мне внезапно Понравился Это сериал Который называется Видеть Си И история Там следующая Там типа Постапокалипсис Есть Ну типа Произошла Эпидемия Какого-то Адского вируса Из-за которого Там 99% Населения Земного шара Умерло Оставшийся 1% Решился зрения Ну то есть Они выжили Но они все Слепые Абсолютно Очень знакомый Сюжет одного фильма Который не так давно Вышел Какого фильма Бёрдбокс Как-то так он назывался Бёрдбокс Нет Ну там же По другой причине Они закрывали себе Глаза Нет Ну я к тому Что типа Закрытые глаза Пускалипсис Здесь Смотри Здесь какая история Ну то есть Все слепли Да Проходит Очень много лет То есть там Не даже Наверное Может быть сотни Или там тысячи Ну то есть Очень много лет И у людей Уже заново Отстроилось Полностью общество То есть Есть там Королева Есть там Ну то есть Такое типа Средневековье Есть там Какие-то там Деревни Есть крестьяне Есть там Все есть Но только все Абсолютно слепые И в этот мир В этом мире Внезапно Появляется Чувак Который видит Который может видеть И этот чувак Заделывает себе детей Собственно говоря С подбрасывания Этих детей В соседнюю деревню И начинается Очень неудобно Когда ты видишь А все Не видят Выбер с кем Детей делать Ну камон Но выбирать можно Опять же Это обставлено Хорошо И там Очень хорошо Сделан лор Вот именно Лор невидящих людей Как у них Происходят Боевые действия Как происходит Там Не знаю Там Готовка еды Как происходит Там Типа Просто Перемещение Да В своей деревне То есть Там по всей Деревне Растянуты веревки Чтобы за них Люди цеплялись И могли Там типа Понять Где они Находятся В данный момент Вот Вести Слор Сделан Хорошо Там играет Джейсон Момо Который играл Этого Аквамена Хаудрог У него Одна Из главных Ролей Но Не Главная Роль Ну то есть Главную роль Как раз В дальнейшем Сериале Будут Производить Его дети Которые Могут Видеть И собственно Говоря Если вы Помнимаете Аналогию То смотрите Была Гора Престолов В ней Роль Ядерного Оружия Исполняли Драконы То есть Это такая Типа Была Система Сдерживания То есть Внезапно Появилась Где-то Дейнерис У которой Были Типа Драконы И в мире Фэнтезийном Это Аналог Ядерного Оружия Ну то есть Это Такая Херня Здесь же В мире Слепых Зрячие Это Такой Аналог Ядерного Оружия Потому что Зрячий Может Стрелять Из лука Например А слепой Не может Даже если Он очень хорошо Ориентируется По слуху То есть Все Что связано С лором Там сделано Хорошо По поводу Сюжета Я могу Сказать Что это Ну такое Типа Знаете Как некая Старая Фантастика То есть Как были Раньше Например Если помните У Гарри Гаррисона Была история Про Эдем Но только Там были Рептилии Умные А здесь Их как бы Нет Здесь нет Фантастических Допущений То есть Тоже Какое-то Развитие Такое Достаточно Медельное Тоже Очень большой Упор на Лор И напоминает Вообще В принципе Старую Фантастику Мне в этом Плане Зашло Не могу Сказать Что сюжет Прям блещет Прям Каким-то Гранями Таланта Я бы сказал Что это Сериал Такой Знаешь На семерочку Наверное Даже Наверное На шестерочку То есть Его стоит Посмотреть Но Каких-то Откровений Не ждите Это не Новая Игра Престолов Это не Какой-то Там Дезокарточный Это не Шедевр Ради которого Надо Бежать И идти Смотреть Apple TV Но Просто Во всех Рецензиях Которых Я читал Критики Этот сериал Просто Раскатали Они сказали Что это Говьёни Просто Невозможны Нахуй Позвали Джейсона Мамо Вообще Это непонятно Потому что Он играет Как говно Вот Это Отношение К этому Сериалу Оно Довольно Странное Мне кажется Что это Вот такая Это знаешь Как Какой-то А здесь Тебе взяли Это же лютое Бюджетное Говнище Но сняли Хорошо Вот примерно Вот такое Отношение Короче Видеть Я могу Вам посоветовать Можете Посмотреть Я поснял Три серии Прям Вообще Теперь жду Когда закончится Сезон Про сериал Сай-фай Лютое Бюджетное Говнище Мне особенно Забавно Этот аргумент Слышать Учитывая Что вообще-то Экспанс Это тоже Сериал Сай-фай Да И ты Вспомни Почему Почему его продали Почему его продали Потому что Не могли Сай-фай Обеспечивать Такое Такое количество Такое количество Денег Которое он требовал Вот серьезно А вспомни Что до этого Снимало Сай-фай Вот реально То есть Как бы Сериалы Может и хорошие Но они Очень малобюджетные Вот то же самое Такая история Звучит так же Как будто бы Как год назад Час назад Как я говорил По поводу того Что критики его разгромили Особенно часто Такое происходит Даже не с играми А с сериалами И фильмами Как какая-то Ну на прошлом стриме Обсуждали Что одна из Критиков Сказала Что Джокер И главный актер Настолько сильно старается Что даже заметно Типа так хорошо играет Что типа плохо Ну то есть Такое же мнение Мне кажется Что типа Смотреть нужно самому И не верить кому-то Никому не верьте Никому не верьте Верьте только Завтракасу Слушайте Ну а переходим К нашей Замечательной Нашей замечательной Рубрике Статья недели И на этой неделе У нас есть Подборочка Хорошая Из трех статей Я не читал ни одного Первая статья Очень большая На сайте Нью-Йорк Таймс Где Мартин Скорсезе Поясняет за свои слова Про Блокбастеры Марвел Кстати перевод Если что На сайте ДТФ Выжимка Но я советую Прочитать статью Целиком Желательно на английском Чтобы понять Эти мысли В принципе Там Скорсезе Очень подробно И классно Раскрывает Все те тезисы Которые выдернули Из контекста Поэтому если вам Было интересно Вообще понять Что Что эти бумеры Себе позволяют Обязательно Прочтите Достаточно Стоящий взгляд И не часто Режиссеры Пишут такие колонки Поэтому интересно Почему он написал Эту колонку Потому что Человека Настолько Заебали Пояснить За шмот Что он взял И пояснил Что ему пришлось Это делать Да Но я уверен Что в ответ Никто ничего не сделает Вот серьезно На этом все и закончится Я думаю Что выйдет еще Какая-нибудь колонка В том же Нью-Йорк Таймсе Которую напишет Там я не знаю Файги например Кто Ага Файги Напишет Почему нет Ладно Ну почему нет Не будем Ты не веришь В такое Развитие событий Да Так вот Вторая статья Как ты плавно Перешел Ладно Так У нас такие Сверчки С двух сторон Да Озвучиваю Никто не читал Эти статьи Кроме Кроме тебя Одну читал Про Death Stranding Перевод Да В общем Вторая статья С надеждой На лучшее История успеха Фильма Побег из Шаушенко На сайте ДТФ Кто не знает На ушедшей Неделе Фильму Исполнилось 25 лет 25 лет Ну кстати Я когда его Первый посмотрел Я уже думал Что это фильм 25 лет И там Очень подробно И классно Раскладывается История о съемках Фильма Поэтому Если вам всегда Было интересно Узнать Как его снимали Что туда могло Попасть Что туда не могло Попасть С какими сложностями Столкнулись Режиссеры И авторы проекта Обязательно Прочтите Таких статей Не очень много Это очень классный Лонгрид Про то Как в общем-то Создается культовое кино Ты знаешь Я вот смотрю Картинки В этой статье И думаю о том Что Поставишь оценку Статье Что Фриман Уже тогда Был старый А этот человек Родился в 60 Это бывает С некоторыми людьми Ну то есть Да Это странное Впечатление Производит Мы не будем Обсуждать Девушка Киана Ривза Нет Это С девушкой Киана Ривза Знаешь что Классно Она младше Чем Киану Ривз Она во-первых Младше Чем Киану Ривза Выглядит В разы Старше Просто Я еще Подумал Тогда Что Чу-таки Киану Ривз Нашел себе Какую-то Старую Бабищу Потом Смотря Она Во-первых Младшего Во-вторых Киана Ривз Ты Шестой Десяток Размен Чуваки Да Так То есть У меня нет мнения По поводу Его новой девушки Главное Чтобы наш мальчик Был счастлив Мне нравится Как ты ходишь По ДТФ По Реддит И все обсуждают Какой мезальянс Он такой красавчик Весь из себя Он такой супер секси А она такая Типа Обыкновенная Типа Ты смотришь И понимаешь Что у чуваков На самом деле Против нее Ничего нет Но Они просто Переживают Что их мальчик Нашел себе Неподходящую Типа Может быть Это не она Киана Пойщи еще Немножко Может Я прям смотрю На эти Все комьюнити Геймер комьюнити Комьюнити любителей Киана Ривза Которые Последний год Почти склеились Ведина То есть И все так переживают Вот откуда Источник этого переживания Я это себя понял Знаешь Мне нравится история Как кто-то написал Что говорит Почему это Производит Такое впечатление Потому что Очень редко Когда актер Которому Далеко за 50 Внезапно Находит себе Не 20-летнюю Папу А своего Возраста Плюс-минус Это Смотрится Просто Именно по этой Истории Удивительно Есть люди Которые Предпочитают Пиногриджа Ты просто Выпил И забыл А есть Которые Хотят Весь букет Выдержанное Зачем тебе Вступая в отношения Взрослой женщине Ты вступаешь В серьезные Обдуманные отношения Где не каждый Не делает глупости А когда Шестилетний актер Вступает в отношения С 19-летней девушкой Ты прям Смотришь Говоришь Господи Она же как бы Ребенок Она еще жизнь Не видела Что она вообще Об этой жизни знает И типа Ты прям понимаешь Как она будет Ему выносить Мост по каким-то Вопросам Потому что Еще маленькая Может быть Не все понимает Типа Яна молодец Но самое главное Что в определенном Возрасте Борщ получается Особенно вкусно Третья статья Вот Димит Ты ее читал Давай Я читал Я умею читать Вы чего Ага Давай Я Короче Я читал На ДТФ Разбор нашего Я не видел Что здесь От Диджитал Я читал Разбор Дэвстрендинг От Вадима Который Вышел На ДТФ Клевый обзор С большим количеством Всего Почти Ну то есть Там нету спойлеров Как таковых Но если вы все-таки Хотите ее Распробовать Как бы С нуля Лучше конечно Обзоры никакие Не читать Но То что я читал На ДТФ Было классно Естественно Я буду рекомендовать Читать ДТФ Да Я сдал тебе ссылку На Еврогеймер Потому что Кстати На Еврогеймер Ну мы кстати Добавим Потому что Денис правильно Сейчас ее добавил Можно Это из подкаста Непосредственно Вырезать Мы ее добавим Шелнот Эту статью Четвертая статья Которую мы Соответственно Хотим посоветовать В этом контексте Это разбор Дэвстрендинг От Диджитал Фаундри На Еврогеймере Где они подробно Разбирают То какие технологии И как применяли Кодзима И Гирилла Для создания Собственно Дэстрендинга Там Достаточно Такой смелый Вывод В духе того Что вообще Вот примерно Так Выглядят Кроссген Игры В этот раз Потому что На пределе Консольных Возможностей Работает игра И на прошке И на базовой Плейстейшн И картинка Выглядит совершенно Феноменальной Там куча Интересных Техник В том числе Оптимизация Поэтому Если вам интересно Как работают игры Обязательно посмотрите Материал На Еврогеймере А если вы Не очень хорошо Дружите с английским Опять же На ДТФ Есть выжим Да Вот как-то так Слушайте Спасибо что смотрели Спасибо что донатили На этом мы заканчиваем Наш 164 выпуск Подкаста Завтракаст Сегодня с нами был Денчик Денчик Спасибо тебе что пришел Спасибо На подмен Тимур Можно я тебя выключу Да Спасибо Где ты здесь Блин Это Это у нас Короче Был Артем А стал Дамир Да Нет подожди Не выключай меня Я же готовился Ну ладно Готовился Ну а Больше всего Мы хотим поговорить Конечно же Наших патронов Которые больше всего Заносят завтракасту денег На Господи Ден Что ты делаешь Блин Я готовился Я готовился Я же говорил Давайте Будешь считать патронов И я буду махать Чтобы кто подключился Сейчас не понимал Что происходит Я увидел Отдельно Отдельно мы хотим Благодарить наших патронов Которые заносят завтракасту Большинство денег Через сервис Патреон Это Антон Церебренников Антон Джмуров Артем Логинов Артур Галиулин Fanko PopRussia.com Коллекционные фигурки в России FX4Trader.ru Григорий Яфа Илья Кузнецов Иван Ткачев Джаггер Меш Маринад AlexKolov.com Майк Брюханов Мистер Берни Орех Павел Петлич Павел Стариков Полониум Реплей Гемкафе в Санкт-Петербурге Слава Украине Ти Юджин Валерия Неборская Варвара Яфа Виктор Тен Владимир Ходоков Владислав Сульянов Вова Стельмощук Зив Алексей Пазников Арсений Вайс Аугментированный Апельсин Беня Дмитрий Лобаков Женя Тонев Михаил Аронов Сергей Зарклименко Ярослав Хорищенко Спасибо вам большое, ребятки Спасибо Мы на этом заканчиваем Давайте до следующей недели И ждите, наверное, в ДТКД в пятницу Мы выгоним Дениску И возьмем обратно Тимурчика Вот такая история Давайте всем пока Давайте, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок